Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень долго, очень круто, очень мощно Будем смотреть Все Вот такие вот дела А где я-то? А вот он я А еще текст с подчеркиванием Ёббарасатая Кто его подчеркнул вообще? Я случайно подчеркнул Все ясно Ну все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такс Ну я игру Такс 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 Ну все, ребят, с женой переписываюсь Маша приболела Так Вердос Здорово, если слушаешь Играя Вердос Против крейдера На Алима Лиге Удачи, я ему желаю Конечно Ну а Алима Лига Вот куда Ну из-за одного матча Отсюда уходить Смысла я никого не вижу Вот Слушайте, нет Это какой-то наш игрок Ох, на корее Сколько всех у меня тут сидит Сейчас Прям жесть Ох, на корее Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то Twitch не расчехлился, да? Не любит Twitch задержки с Goodgame, короче... Не знаю, криво он стартует постоянно... Все, пошел я твич, пошло... Все... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, все читаю... Да, ров всем... На SK2TV везде задержка 20 секунд, правда, помните об этом... Обязательно отону криво... Обязательно отону криво... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чё-то после стоп-старта твич как-то тяжело вставало, ребят. Ну всё норм, сейчас будет, не волнуйся. Если лагать будет, то говорите, что там с твичом чё-то не так. У него бывает из-за того, что рестрим идёт напрямую с гудгейма. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Всем рекомендую не пить его регулярно с утра. Добавил ДimaTorzok Добавил ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok 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 Кофейного жмыха поел. Так, всё, ребят. Не отвлекаюсь больше. Не отвлекаюсь больше. Так, ну что, ребят. Первое было у импакта. Конечно же, две собачки бегут к Лаеву. Он пытается ЦЦ достраивать. Но импакт не дурак. Он касает именно того рабочего, который строит. Максимальное время хочет протянуть против Риппероса, Барбоса. А тем временем уже подходит, так, подходит собак. Шесть штучек. Риппер улетает. Выйдет его импакт. Пытается окружение делать. На грани! Ушел, ушел. Не зря в тюрьме ему там мыло ронял Риппер. Перед призывом в ряды... Этих, как его... Армии Менгска. Ну, вы поняли, короче, как там называется. У них забыл я. Не повстанца это. Выскочил, короче, от собак. Здорово, Данил. Да, Хира лучше не говорить. Но Хира, я думаю, что он... Судя по тому, он человек по виду, как бы, такой. Именно на всех турнирах улыбчивый такой, добрый. Но навряд ли он азартный, как бы. Мне так кажется. Но... Внешность может быть обманчива, сами понимаете. Заходит импакт. Пытается отфокусить. Он циклона не получается. Слушайте, ничего себе. И лайф-то окисарь тут просто развел импакта. И еще Рипперов наверх бы заходил бы. Вот где КСМ-ки? Что он творит-то? Выведет и пять их просто. Вычинит от циклона этого. Да и все. Даже Депоху можно, по-моему, не отдавать. Не, Депоху придется отдать. Ну ладно, Депоха здесь не... Сыграет решающие роли. Стелунь-то продолжается. Это реведжеры плюс линги. Им зря расслабился так рано, мне кажется, и лайф. Что-то, значит, расслабился вот так вот. Уже вниз собирается выходить. Ведь есть же медивак, которым можно пролететь. Посмотреть, что здесь происходит. Опа, минус Марик. Сейчас циклона разведет просто. Оп, хорош. Увез все-таки, но... Харасит. Блин, очень жесткий сейчас игрок. Жесткий. Очень жесткий игрок. Импакт стал что-то прям вообще. Мимо мула. Хотел мула явно сейчас убить. Ну, разводит по максимуму, короче, этими реведжерами. Просто фокусит дичь, как Мариков. Депохи нет, ребята. Лайф после такого отбивания крутого вначале просто берет и игру сливает. Потому что импакт реально крут. Ну, он подумал, что здесь нету Депохи. И решил, что надо доулынивать. И это ГГ просто. Вообще жесть. Ну, посмотрите. Че и Лайву мешало миги-ваком пролететь? Посмотрите-то подальше. Он просто не ожидал этого. Реально не ожидал. Все. Майндгеймс такой. На ровном месте. Так, ну что, вторая карта нам нужна. Напрыгаем сюда. Так, твич, ютуб, работают? Да, работают вроде как. Как же четко Марика еще стремятся. Щелкивал конечный импакт. Я смотрю еще раз. Пересматриваю запись эту. Твич, ютуб, работают. Твич, ютуб, работают. Продолжение следует... Так, ну что, Бу-5, короче, ребят. Импакт 1-0. Мы будем надеяться, что не в калитку он, конечно, Лайва здесь снесёт просто, потому что... Пока что выглядит всё как-то очень даже однокалиточно, если честно. Продолжение следует... Так, ну что же... Хата 2-я. 17 хата, газпулы, импакты, путь на аэуримпакт на 5-ти часах, на 11-ти лайф. Я думаю, что здесь вообще происходит? Ну, хотя бы респы сейчас понять, да, как и что, какие начальные билды, газбарак. Нет, барак, газ, прошу прощения, в рипера в СЦ-шечку. Не в факту, судя по всему. Хотя и на факту уже тут подъезжает газ, конечно. Но у меня такое ощущение, что как будто бы не в факторку будет играть. Нет, всё-таки в факторку, если бы не этот марик, значит, реактор был бы заказан. Вот, просто по билду получается так, что газа ещё нет на факту. И тайминг нормальный. Ещё нужно 50 газа реактор, чтобы она перелетела вовремя. Поэтому успевает подстроиться марик. Как раз за это время 50 нанашивается газа. Вот, и факта в итоге перелетает просто на реактор. Практически в тайминг. Кстати, обратите внимание, как импакт оверов ведёт. Он вообще не спешит первым овером вперёд лететь. Рипперм барбардирует рабочих. Одного уничтожил. Ну, вот сейчас собак немножко погонял. Ни одной собачки импакт не потерял. Ну, рабочие, это уже неприятно, конечно. Ну, а что делать? Самого деморженного пса посылают на разведку. И правильно, почему? Потому что, с одной стороны, кажется, опасно такого раненого посылать линга. Но здесь-то риппер, если будет опять в контакт вступать линге полным хпс, ему нормально противостоять будут. А этот пока бежит, отрегенится. Браток. Браток лягушонок. Ну, и белтой импакт в очень-очень раннюю третью СЦФу. Два первых гелика готовы. На дюновских они очень смахивают этот скин. Уже не раз это подмечали, но... Вот. Их три барака. Играет далее лайв. Реакторы под них. Потом факта перелетит. Реактор под Старпор сделает. Или под себя же сделает этот факта реактор. Не знаю. Один газ у Илайова добывается. Два газа на второй, кстати. Пошли. На Мэйпиф не добавляется. Сейчас, ну, просто точку сбора. Чтобы не менять рабочие. Здесь 16, чтобы вот это не трогать. Все стабильно добывается. Точка сбора сюда. Все мулы сюда. На газ направил рабочих. Потом здесь до 16 довел. Потом уже здесь газ добавил. Три сюда. Хотя разницы мало на самом деле. Для хорошего игрока там это три сюда. Три сюда распределить. Это несложно как бы все. Вот. Но предпочитаю зачастую так. В стиле, как зерги изначально так начали делать. Газы добавлять где-то на второй. Либо, например, есть билды, когда там у зергов три хаты. И по одному газу на каждый таскается. Такие. Видел я не раз. Ну, это так. Для удобства личного. Просто как удобно самому, так и делают. Видимо. То есть, это не очень что-то там долгоиграющие планы имеет. Хотя, с другой стороны, например, если один газ на мейн добыть, один останется. И вот здесь добыть. Да, вот эту базу могут убить. Это где-нибудь на мейн не останешься. У тебя один газ уже по запасу будет. Ну, то есть, такие мелочи, но они редко когда играют. Но бывает и такое. Так, рипер продолжает. Парачу, он второго дрона забрил. Да, два дрона уничтожено. Похоже, это рипер был. Чё ты, блин, уже куда ты улетаешь? Вон дрон. Один удар. Чё лавь делает? Понятно, что он уже никуда не денется, этот рипер. Это не в прошлой игре. Тот ловкач. Отсюда никуда не выпрыгнуть. Здесь нельзя спрыгнуть. Здесь, вы видите, нет на мейн запрыгивалки на этой карте. Ну, импарта всё прекрасно. 61.46 по рабочим. Он в плюсе по рабочим. На пятнах, на четверть примерно. Элайп тем временем стеночки закрывает здесь. Так, инженерки работают. Армари попёрла. С одной стороны, интересно, что они здесь стоят. Место экономится на мейн. С другой стороны, вот мне кажется, лучше такие здания где-нибудь вот так вот. Три впилил просто и всё. Мейн – это самое дальнее место. И маловероятно, как раз, что именно там смогут ликвидировать всё это дело. Здесь компактненько так здания стоят в тенкурт. Я этого не люблю, конечно. Но, с другой стороны, здесь марики пробежать могут. И сюда можно быстро доступ получить. То есть, вроде как, и неплохо-то склонировано здесь всё. Единственное, что танки не застревали. Вот здесь, мне кажется, он не пройдёт. Танк придётся ему объезжать вокруг. Вот так вот. А там ещё между ЦЦ-щикой и бараками непонятно, как всё сработает. Оп. Всё-таки Грибстумор на последних... Там вообще доли секунды осталось добил. И вычистил. Смотри, слуха крипа вообще. Очень много крипа вычистил. 1-1 готово. Грейдовые лайвы. 2-2 сейчас пойдут. Армори готовы. То есть... Ага, щиты отменил. Щиты отменил. А, нет, погодите, куда отменил? Они доделались. Я вам гоню, отменил. Я подумал, что отменил, чтобы 2-2 синхроннее заказать, как бы, и потом щиты. Нет, они просто доделались. Это я вам наврал. Продолжается крипосатание. Можно мариками побомбить Бэйна. Потому что 2 Бэйна на одного марика разменивать. Это выгодный, в принципе, размен. Достаточно-таки. Так. А на второй-то что-то, слушайте. На второй базе Бэйлингропа. На третий врыв идёт. Надо эвакуировать всё, что можно только. Успеть эвакуировать. Рабочие туда-сюда что-то катаются. Цеху надо поднимать, и лайф реагирует. Ты что творишь? Вот, реагировал наконец-таки. Импак, блин, подгрызальщик ещё тот. Смотрите, как напрягает. Просто, казалось бы, всё вроде бы прикрыто. И здесь дропы, и там дома есть юниты. Но нет. Нашёл из его места. Забежал, покусал. 2-2. Вообще, как только 1-1 доделывается. Сразу вообще, незамедлительно заказанного у импакта. Делается инфестейшн. Будет хак. Скоро гидрея. Скорость рейндж доделывается. Получается. То есть, все юниты производятся. Экономика хорош. Четвёртую всё-таки занял. Крип моментально. Помните, элайф убил здесь? Вообще, восстановлен уже. Дальше даже протянут крип. Здесь крип элайф лишил. Сюда тоже, видимо, сейчас королевы придут. И на центр. С этой стороны. Ну, то есть, плодится. Плодится, короче говоря. Импакт. И у него всё чётко. У него всё чётко. Ресурсы текут рекой. Инкамп просто две, там, ну, можно сказать, две восемьсот на тысячу газа. У тирана больше минералов аж три как. Ну, газа пятьсот. Ну, понятно, три базы. Ему и не надо газа столько. Он на третью. Вообще, пока не добавляет. Он чисто давление делает. Био с трёх баз получается на тайминге два-два. Более ранним, кстати, тайминг очень чёткий. Два-два. Очень много юнитов здесь. Два танчика есть, которые агрят зерга. Био подходит сюда. Всё новая-новая группа. Надо агрить. Пришли под танки с бейлинга заставлять идти. Пошли дропы. Сзади заходят бейлинга линги. Моряки хорошо. Танчики прикрывают. Бейны кончаются. Один танк даже не погиб. Гидра остаётся без прикрытия. Улайва тайминг два-два. Идеально ловится вообще. Посмотрите, как он всё здесь уничтожает. Похоже очень на один-один. Но ещё пока нет прироста у импакта. Жёсткий элайв залез. Кота внутрь танк вообще не прикрывает. Прирост не успевает подвести медилаки. Сбивает ему импакт. И лимита импакта больше. Рано импакта отправило уже на ГГшечку, на покой. Но давление продолжается. Посмотрите, грейды сейчас равные будут. Лимита боевого у импакта столько же. У тирана всё растянуто. Крип в тылу есть. Вижен у импакта хороший. Он видит, что элайва юниты криво тут подходят. Может перехватывать пытаться. Я не знаю, в конце концов. Танчик может носить жену здесь где-то. Чё-то элайв неуверенно действует. А, и медиваков у элайва нет. То есть некуда мариков загрузить. Отбей на африканы атакуют. Нечем их вылечить. Всё, либераторы все минус. Надо сваливать нафиг отсюда. Здесь контр забегание. Вот вам эгэгэшечка, ребят. Импакт просто переворачивает всё. Очень сильно я поспешил. Ну, как я уверен абсолютно, что элайв зря сюда залез дальше. Надо было ступить. Под танчиком полечиться. Танчик подвести. Прирост подождать. И продолжить давление. Хотя, с другой стороны, эзерк тогда бы. На масел тоже юнитов. Но самое главное, я уверен, ошибка, что... Ну, как это не ошибка? Это билт такой. Газа-то не было здесь. Я сам об этом говорил. Вот что не делалось. Делалось бы 3-3. Сейчас просто отошёл бы. Четвёртую заказал. Вот сейчас 3-3 входил бы, как царь вообще просто. Элайв там делал бы на технику. Уж какие-то грейды. Сканил бы. Видел бы, что кайф. И уже подстраивал там либераторов с ренжом. Ну, какие-нибудь свичи. Делал более технологичную помощь этой всей пехоте. Пехота, понятно, костяком армии останется. В любом случае здесь. Блин, на ближайшее время. Да и полностью мех такой тиран. Никогда не свичится в лейте. То есть, да, добавляются грейды. Добавляться могут торы, либераторы, танки. Все что угодно туда. В лейт могут даже минки с закопкой под грудок. Копаться там с медиваков в стиле корейцев. Но это тяжело к исполнению. Ну и лайф-то корейцы. И исполнять он умеет. Конечно, не самый он исполнитель. И скорее адский как Ти-Вай. Там какой-нибудь бьяный новейшн. И еще кто-нибудь там. Слушайте, тут какие-то отружения. С собаками идут. Мародеры, марики их отгоняют. Фугасов не было, кстати. У лайва, оказывается, все это время. Но, кстати, самое интересное. Лайв все равно сделать 3-3 умудрился. Раньше импакт. Так, сиджатся танки. Так. Хорошо. Инфеста разобрал. Испугался зерк. И правильно испугался. Сейчас он гидрой вперед пошел. Былок минус все. Ну а здесь очередное прекраснейшее забегание. Вот импакт идет. Просто даже третью добывать. И лайву не дает он. И лайв вынужден отходить постоянно. Вводить ССФ. У рабочих вообще 30 осталось. Но 137 на 114 боевой. И 3-3 грейды. То есть повторяется история, которая здесь происходила. Именно по условиям начальным вводным, я бы сказал. То есть опять преимущество у тирана в грейдах будет. Если он сейчас дотянет, конечно, до 3-3 готовности. Не умудрится слиться как-нибудь раньше времени. Вот пошла атака. Танки снизу не прикрыты. Заходят линги, ребят. В тылу тут био дерет с гидрой подходящей. Но сверху зато био очень неплохо. И лайв расплетел. Гидры практически не остается. Лимита больше 46 на 108. По лимиту все-таки гг, ребят. А ведь тут даже ЦЦФа догорела, по-моему, на третьей базе. То есть если б не этот пункт, то все, я бы улетал нафиг. Короче, 0-2 тогда. Так 1-1, молодец, интригу создает хоть. Хороший. Продолжение следует... Так, спрыгаем в игру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, рекламку я пилину, ребят. Да, не пилил очень сегодня. Пусть пойдет отсчет. Ну, а вы помните про Адлоки. Поддерживайте меня и мой канал, естественно. По реквизитам, они через плеер по возможности. Всем за это спасибо. Спасибо. Так, ну что, лайф-эмпакт, кстати. Погодите-ка, я что-то забыл поставить стандартные эти все штучки. О, вот так вот. Текст надо немножечко перенести, это в стандартную позицию. Вот так вот,ทий она. Так вот, я думаю... Так вот, ёлки. Ну, отключи. Так вот, я могу сказать. Так вот, я не знаю. Естьausа. bles сфором. Ну, нету. Пошли лисовь. Текст надо бы, лисовь. Текст надо бы, лисовь. Это. Хотя не, я гоню Надо выше переносить Ну вот так вот Почему оно так стоит? Думаю нет Потому что я же контрола иногда все-таки врубаю И будет не видно просто Вот в чем дело Ну вот так вот Надо сделать О! Идеально, ребят Третья игра Life Impact Дотисея карты Как вы видите Импакт синенький Зерк на 5 Легкостеран на 11 Получается у нас Находится Ну и что происходит 17-я хата Газпулу импакта С газа рабочих вообще не снимает Тремя продолжает добывать Ну и здесь у нас Газбарак Депуха газбарак Рипера в ЦЦ В факторку В реактор было Был билд Будет ли третья ЦЦ Хара Не знаю Опять с этим У лайва Как-то получается Последние игры Против импакта Вот эти вот Подрезать рабочего Получалось В прошлой игре В первой Не помню В первой Может быть и не подрезал Но в этой вижу Что Импакт вообще ничего убить Не дал Пока что Ни собаку Ни рабочего Ничего Играет через скорость Овером То есть Во-первых Скорость Овером Это Знание Что Зерк Делает Разведка Во-вторых Можно и Сразу Беллинг Дропы Всяки Начинать Линго Дропы В начале А вот и Минус Рабочий Кстати Говоря Доброй традиции Для лайва Стало Рабочего Подрезать В начале Надо Вот здесь Собачку Право Фокусить Что-то Не получается У него Ни хрена Сделать Этого Не зафокусил Ну а здесь Что Пока Гелики На бараке Лаба В Старпорте Викинг Строятся Непонятно Старпорт На Лабу Полетит Или это Лаба Подбарак Мне Чуть Пока Непонятно Ну а здесь Четыре Гелик Приезжают Да можно Криптумор Сжечь Просто Вот халявная Цель Странно Что Импак не Отменил Потому что Очевидно Было Что Просто За зал Гелик Его отменяют Он хоть Денега Не стоит Но Криптумора Поотменять Это вообще Важная Тема Так Треть Ццех Пошла Вот там Тираны Такие Как Инновейшн И там Бьян Тот же Я видел Айлайф Что-то здесь Делает Что мешает Ее поставить Вот так Здесь еще Пару зданий И на ранней Стадии Временная Стенка Ццех И в ней Будет Вместо Вот этой Просто Прохода Открытого Ну Что-то Айлайф Так не делает Странно Не знаю Почему Кажется Глупо Не сделать Стенку Вот так Так Гранат Подкрали Подрезать Королев Здесь Собаки Приходят Слушайте Неплохо Лайф шатает Еще Вот он Что прикрывает Он Викинга Прикрывает Который Просто Оверов Нарезает Сейчас Так С два Оверов Полетел Кривая Точка Двора Называется А так Стеночка Была Смотрите А так Собаки Сюда Забегают И Лайф Как будто Пронюхал Что что-то Туда К нему Бежит Ну а Что он Пронюхал Он стоит Просто На месте Смотрите А здесь Рачей Пачка Пошла О Бункер Так бы Стенка Была Просто Бункер Сюда Впилил И все Нормально Так Лингов Расстреливают Морики Ну кстати Лайф четко Здесь Подействовал Конечно Но Просто Ну вообще Ну бункер В стенке То есть Он сразу Подвергнется Удару Вот этого Всего Пуша Который Импак любит Делать Во-первых Во-вторых Цецех Вычинивать Его мешает Здесь Надо Назад Все переселять Вот Смотрите Как неудобно Рабочим Уезжать Кстати Рабочие Мимо Прошли Куда Морики Идут Кривое Лайф Куда Ты их Ведешь Но все Таки Сел Два Других Бункера В тылу Геликами Шатает Кривое Лайф Да с Главой В принципе Думают Что надо Прирост Сзади Пресекать Прерывать Сейчас Выйдет Первый Танк И вот Здесь Где-то На хг Я бы На его месте Засичил Или Вот здесь За газом Вдали Прям Напротив Бумпера Что-то Делают Сейчас Реводжеры Подойдут Сюда За Три Фаербула Этот танк Будет Уничтожен Ну что Это Творить Не Не Реводжеры Отменил Один Бумпер Упал Медивайки Еще Не Готовы Гелики В тылу Уничтожены Все Больше Никто Не Сдерживает Поток Собак Нескончаемый 94-68 Полимит О Пожалуйста Вот что Мешало Здесь Танк Подальше Засиджить Ничего Не мешало Это Сделать Так По Медивакам Фаерболы Проходят Марики Сражаются Стим Готов Собак Смял Быстренько Элайф Все Медиваки На Фаерболах Теряют Ну что Элайф Ну Это Кривость Тирана Ребят Ну Это Никакой Там Небаланс Ничего Что Он Творить Медиваки На Фаерболах Слил Сейчас бы эти Марики С танком С двумя Медиваками Все Отбили бы Нафиг А Собак Раскайтил бы Просто Мариков Отвел Вылечил бы Здесь На хг Еще В 2 Медивака Вышли 4 Медивака И все Иди в ответ Шатай Элайф Не может Сделать Все По уму Минус Элайф Ребята 2-1 Импакт В чем Импакт Этот пуш У него Вообще Ждать Надо У него Ну конечно Не 50 Не 30 Процент Процент 15 Игр Он вообще В этот пуш Играет Стабильно Причем Ну то есть Любит он Покушать Вообще Ребята Ему Это 10 Мain Тем Игрnut В Лег 질문 Помогрю Ему Стабильно В У Б Б Ан В Нем Тем ube Причем Ребята Так, ну все, ребят, продолжается. Сейчас у нас движение. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ребят, на турнир-то интерес, поэтому гоу-гоу все сюда. Я не знаю, даже какая пара дальше будет, потому что уже не по расписанию пошли. Хиро против... должен был, по идее, играть Хиро против этого, против Джим Райзинга, да, первой парой. Ну, что-то поменяли все, не знаю, почему. Вот такие вот дела. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ. ТСМ. Улучшение командного центра завершено Смерть на пороге Здорово, Мороз, СПБ Ну что, четвертая карта Это неоновая площадь У нас, соответственно, лайф на 11-ти красный Импакт синий на 5-ти часах Импакт в 17-ую хату Газпул играл, видно, по таймингу скорости И королев Ну а лайф играл Газбарак в риперовце цешечку В факторку В этот раз газбарак, без маленькой Без всего факторка, ранее достаточно Ну и, возможно, в третью цеху Карманную будет играть вообще Отхота крепкая Ну по твоему никнейму понятно Пишет на свече, говорит, бухой и выходной Ну много кто выходной Да и не все стандартно работают, понятно Как, например, я Я за эти выходные уже задолбался У меня вчера квадратная была Вообще я хотел стримить, конечно, касса группу Но решил, что вчера надо охернёй позаниматься Какой-нибудь отдохнуть Немного Если б я Фоллаут начал бегать вместо группы Меня б не поняли Поэтому я решил вообще Под компа отойти к скину Какой-то самый интересный такой Ну это вот этот, который Которым они пили Там такой херовинкой Интересный Вот этот вот Да Не туда же, ну ребят Извиняюсь Сейчас бы ливнуло Просто было бы нормально Так Четыре гелика Войлаева Ну Четыре гелика В третью ЦС Хулава на бараке Старфорд Без Пристроит Ну Стим будет вообще Кто в три часа ночи будет? Кто в три часа ночи? Фига нормальная Лайф тут пожег Кстати Два гелика слил Но все-таки Не в напрасно Вообще абсолютно Десять собак Хотя бы подрезал Здесь нас Овер на скорости Играть Сейчас палит У нас Эмпакт Что и Лайф Выходит Био ЦС Эхострой То есть явно Она куда-то сюда Собралась лететь Потому что вообще На золото Лайф собралась лететь Знаете Игорь близко здесь Я не знаю Можно знаете Как играть Просто бил Ну на этой карте Вот не вижу смысла Здесь карманная С третью Можно просто играть С третью цеху В орбиталку И четвертую Сразу планетарку На золоте Например Ну это Слишком как-то Экстравагантно Я бы сказал Получается А здесь-то Смотрите Что здесь Здесь-то не иду Сема В общем Скоро Сделается Пока Роучи Ноль Но пять Королев Есть И у двух Из них Точно Есть Трансъюза Уже По 70 Энергии Скоро Они вообще На второй Трансъюз Находят Еще две Инъекции Кидают Королеву Тоже При необходимости В Нидус Сядут Я думаю Они все И будут Садиться Сейчас И Лайф Жгет Тут Геликами Собач Смотрите Собаки Гелика Окружают В напряге Держат Здесь все И Нидус Пошел А чем Отбивать Нечем Ребята Отбивать И Лайф Что тут Сотех Переводят Он что Нидус Не видит Что ли Он просто Не видит Нидус Посмотрите Он просто Либераторами Тут летает Шатает А к нему Просто сюрприз Такой Пришел Это нечем Отбить Сейчас Пакту Уничтожат Импакт Танка Не будет Был бы танк Здесь его защитил Иди выходи Танком в центр Кого-нибудь Сюда долбишь Но танка Не будет Сказал Импакт Не будет Ребята У Лайфа Попытки Пятой Выиграть Этот матч Импакт 3-1 Похоже Здесь делает Падают Ключевые здания КСН В бой Бросает Сейчас Лайф 10 секунд До стима Еще Один Даже Этот Роуч Вытранс Сюжен Оказывается Неудобно КСН Заходить С такого Направления Даже Маляки На стиме Врываются Но здесь Слишком Что-то Вообще Жесть Второго Очень Много Прям У Импакта Кто-то Сказал Что они В 3 часа Ночек В Москве Будут Играть Да В натуре Кстати А что это Они Перенесли Вообще Ну Походу Этого Матча Сейчас Не будет Один Вот Этот Матч Единственный Просто Только Сейчас Инфа Появилась Что Они Так Именно Играть Будут Вот Матча Так Европа Или Америка Давайте На Америку Стрел Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Недавно Элезер показал то, что он просто робот польский Вот, он просто играл в 11 по их времени, по польскому утра, уже ОСС Мастерс А в 10 часов вечера, то есть через 11 часов, он только начал играть в ВЦС и втащил его Это просто жесть Польские роботы Лейзер просто, реально, красавчик Как ты думаешь, ты ловопедик, ну ты честно? Я об этом вообще не думаю Ну что-то там писали, что там есть посылы какие-то такие, не знаю Нет, не интересно, если честно Философия здесь проста просто Можно быть Гомесом, но нормальным человеком, а можно быть по ориентации обыкновенным, но пидором, как бы, вот так вот бывает в жизни зачастую Как-то так Это важнее А там уже Никакой взрослый человек не лезет адекватно туда Кому-то под хвост, грубо говоря Короче, все, хорош Еще остается у нас сколько? 4 бо 5 у нас остается Сегодня, к сожалению, Hero Jim Rising будет ночью проходить Я же не знаю, что мешало им по реплеям сыграть и потом это все застримить Я же не знаю, что мешало им по реплеям сыграть и потом это все застримить Так, реклама пилю, помните про блог и подписаться на премиум, поддерживайте меня на мой канал. Ну, и дело после этого Турика, я не знаю, во сколько он закончится, вот сегодня все эти БО-5. Ну, вот. Так, секундочку, пойду-ка я высморкнусь. Вот, но наверное, в Fallout побегаю потом, потому что там StarCraft-то не будет сразу после. Сейчас, секунду, ребят, подойду. Элейзер идет, вот там его позвал поляк, как бы через 5 минут он будет. Здесь. Так. 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 Так, в vak massacre. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, масса Элэзер способен ли... Способен ли... Канадский этот тиран... Канадско-корейский... Почему в Канаде живет? Он кореец, я так понимаю... По крайней мере азиат, вроде кореец... С Элэзером сейчас нормально побиться... Вообще Элэзер из первого места из группы вышел... Он Бьяна там убил в конце даже 2-0... Но Бьян уже какой-то херней занимался, если вы помните... Какие-то прокси... Бараки два раз подряд сыграл... У него, наверное, время, может, много было... У него тут он уже особо не заморачивался там... Ну, масса это и вообще не Бьянка, как бы понятно, что по уровню... Элэзер топ-1 сейчас Европа пока по последним отборочным... Сирала пробил, между прочим, 3-2... У них такой спор принципиально... Два самых сильных игрока Зерга в Европе сейчас... Элэзер и Сирал... И так получилось, что Блай, кстати... Отскочить от них от двух умудрился... Ну, на ВЦС отборочных, сами помните, что я сначала отсирал... А потом сетку обновили от Элэзера... От Элэзера, правда, карту взял, но... Тем не менее, что показательность, что Блай, ну... На двух... Топ-1-2 попался, как бы... То есть, можете с кем-нибудь Харстом, Ютермайлом... Там, я не знаю, в конце концов, кто там еще был... Играл бы, может быть, и... Лучше бы отыграл бы намного... Шо, Таев, ты сбыл в итоге... Чтоб в ТОП-8 попасть... Так, кто-то вообще был-то... На двоечных сейчас гляну... А, Стефана тот же, я не знаю... Снут, как какой-нибудь там... Снут, нерч-нерч, ну-то 3-0 любил... Офигеть, просто, вот, смотрю, как бы, ну... Снут отлетел от нерча 0-3... Сирал убил нерча 3-0, как бы... Сирал стабильно и Снут убивает, но это не значит, что... То есть, если нерч-снут 3-0 убил, а Сирал нерча 3-0, Что там он прям, ну, супер на голову выше еще, как бы... Снут, может быть, лучше бы Сирал даже отыграл... Вот в этом парадок всегда заключается... Так... Играют на Америке, зачем на Корее-то? Лейзер в Европе, масса канадец... Конечно, массе здесь лучше, но... Карт 5, подчеркали мы, Сыгрид... Не волнуйтесь, это... Или не волнуйся, это не зайдет так далеко... Он... Шатми... Шутми, короче, ну... Короче, у меня 3-0, просто, минус нер... Ты просто хил шатми... Хил шатми... Кстати, да, дайте-ка... ЛЦС, ты говоришь, и мне прям интересно стало... Чем там американская-то квали-то кончилась, вообще... Чё тут лейпциг... Офигейпциг... Где тут что-то квали-то, я не знаю... Квалифайерс... Нов Америка... Так, НИП убил массу... А, топ-4 прошли, да? Ну, НИП... Чё-то вообще там НИП насилует... Просто... Рэйп сам... Америка-сун просто... Всю Америку... Вот... Нагибает... Как хочет... 3-0 Винегрета... 3-0 Массу... 3-0 Скарлетт... Просто НИП... Масса Джон Сноу 3-0 убил... Который, кстати, вчера Кина зашатал... По-моему, первое место... Вот он в группе занял Джон Сноу... На ОСС Мастерс... Скарлетт Эмпера 3-0... Скарлетт... Тру 3-0... Ну, нет... И вообще там... Офигеть! Просто посмотрите сетку... Бля, это просто... Самая безинтрижная сетка... Которую я вообще видел... В жизни, по-моему... Бывали там у нас на ОССах тоже... Но... Американские отборочные... Все 3-0... 3... 7 матчей по 3-0... Включая финал... Дичь какая-то просто... Были... Ну, то есть это... Везде одна... Хотя... 3-0... Счет не всегда отражает... То, что оппонент вообще... Сопротивляться... Ну, то есть... Оппонент вообще не сопротивлялся... Бывает 3-0... Ну, как бы... По времени дольше, чем 3-2... И... Игры все близкие... Казалось бы... Вот может взять игрок... Но... Каждую... Но нифига... Не получается... Так... Затсонёк... Старкрафт долго надо задротить... Чтоб хотя бы 5к ММР апнуть... Ну... Смотря как... Если с 0 апса... 5к... Это сколько? Это как я тираном играю... Второй раз... И свои получается... Не... Ну, мне это... Ну, тяжело здесь рассуждать... Потому что... Ну... Изначально было преимущество у нас... Тех, кто в 2010-ом на второй старик перешёл... Когда ещё... Я на турнирах выступал... Там Димак, браток... Что мы... Ну... Димак, браток... Все олдскульные пацаны там... Короче... Потому что мы в Старкрафт тренились изначально... В первой играли... То есть это... Естественно... Преимущество с нуля... Как бы... Ну не знаю... Не знаю... Сколько это... Тир... Тир 3... Тир 2... Мастер лиги... Получается... Ну... Не... Ну если за полгода... Там по... 8-10 часов... Даже если в день трениться... Это надо... Реально талантливым быть что-то... Ну... Годец, наверное... Надо как бы... Побомбить... Ну... Некоторые за годы в ГМЛ уже выходят... Ну... То есть... Тут... Тут... Я не знаю... Не знаю... Мне сложно сказать... Ну... Ну... Причем... Вот... Надо вообще... Там... Очень много трениться... В 5К ММР... Это... Неплохого жура... Я не знаю... Как с другими играми... Сравнивать... Сколько там будет... Других играх... Ну... Это уже выше среднего... Можно сказать... Получается... То есть... Что... Ты уж там... Соображаешь что-то... Просто... Тебе не хватает... Исполнение практики... Или еще то там... Ну... С 5К ММР... Можно и на 6 прыгнуть... Как бы... Если вот есть предпосылки... К этому... И... В том же духе... Продолжать... Можно... Все... Можно... Все что угодно... Спорить басом... Плавать брасом... Идд... Как бы... А тут... Херена знает... Ребят... Четыре гелика рипер... Ну... Вот... Так... Пикати... Я же тебе говорил... Что... Читаю... На эскадуативе... Пишут... Просто на эскадуативе... Людей... Значит... На меньше пишут... У меня... Вот... Поэтому... Как бы... Ну... Если вопросы какие-то задают... Конкретные... Я всегда... Везде... Всем стараюсь ответить... А если... Это... Флут... Что там читать... Ребят... Лейзер масса... Давайте по игре... А то... Четыре минуты... Она уже идет... Эээ... Неоновая площадь... Сила... Семнадцатую хату... Газпуэра... Вот уже третья... Есть крип... Есть королев... Уже пачка... Уже... Крип... Уже сейчас далеко будет... Протянут... Здесь у нас викинг... Принимает оверов... Либератор строится... На... На Старфорте... Лаба... Делается арморе... И... Видно... Что Биу не собирается... Массово ходить... Но и третьей цехи... Пока с другой стороны нету... Так... 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 Как бейны сейчас ворвутся... Куда холбаты то идут... На муя я чуть не понимаю... Умас... Сейчас сплитанул получше, мне кажется, вообще бы хорошо подраться мог Бэйны заходят прям в колбатов Сплит отсутствует у массы напрочь Три дрона выжиг, кстати Семь дронов уже выжиг И восьмого тут колбат принял Ой, этот циклон принял Еще четыре гелика подъезжают Ну, десять, все окончено А, Либератор на второй прилетел Тринадцать рабочих, королева минус Вот это жесть Масса прибеднялся, прибеднялся А начало-то с Лезером бодрое такое Не играл три года, а отыграл Калибру, очень давали 4300 ммр Много или мало, чуть не помню Чуды, кстати, фером Хату-то себе не взял там на Кипре Чуды, я вспомнил тут одну хрень Я думал, ты тоже помнишь Так, ну что, масса и лейзер Ребят, сегодня все в лайве Только джемрайзинг против Хира Перенесли бы что-то на ночь Не знаю почему Лучше по реплеям сделали бы Сейчас посмотрели нафиг Здесь в наглую Хрена наглый вообще Охренеть нагло Они что там вообще дают Такое То есть и здесь орбиталка А прикиньте, это страта Здесь планетарку сделать, а здесь орбиталку Типа, такой Майнгеймс тут Прилетает зерк Типа, блин, это самая незащищенная база Она в тылу А вот тебе Планетарка здесь стоит А внешняя орбиталка, например Ну я не знаю Здесь-то не наглел бы Лучше б сделал здесь две ццехи Макро ццехи А здесь планетарку По-моему, сейчас Если везер забегание будет делать Он же задолбает массу там В этом направлении Либо он просто решил, что Слишком много ему рабочих убил вначале И можно понаглеть немножечко Орбиталочки везде поделать Главное, что вообще сейчас Ни бункера здесь нет Ноль прикрытия Никаких вообще юнитов здесь нет Просто никаких Хотя б танк один ради приличия Засиджил, что там подбегал Если что-то Он стрелять бы хоть начал Стеночку конструкрую Здесь бы закрыл бы Привет Иисус Антон Привет всем Вот два бейна, пожалуйста, катятся Сейчас может не досчитаться Масса нескольких рабочих И не досчитался семи Пожалуйста, плату уже за то Что это не планетарка первая Приходит Здесь четыре бейна На мейн залетает Когда брудварчик будет Не знаю, когда будет Я вот уже Сегодня сам как бы Написал Русбрейну Кириллу Что такое Помнишь, пока снимаешь Да может быть Там и невыгодно тебе Херз Я не знаю, как там Дела вообще с этим обстоят А то вдруг прижмут Придется ливать На самолете выпрыгивать Винкс Ютом Просто улетать Над горами Это От ФБР КГБ ЦРУ Да Короче, ладно Что-то Угораем Ребят Идет атака от Элейзера Ядра прям в танки Заходит Ну здесь столько еликов Синее пламя То сейчас может И зарезать Какой фарш Просто из юнитов С одной и с другой стороны И тут фарш И там фарш И масса отбился Это 1-0 масса, ребят ГГ Дайте-ка потери Даже интересно Глянуть 6200 Вот это фарш Вообще Давно Я такого фарша Не помню Ну и Лайзер решил Что надо пробивать Но там слишком Узкое пространство Было И пожгло Все Нахрен Короче Так Заходим на хост Вот эта игра Я бы сказал Ну то есть Вроде и макро игра Но по интриге Не самая интересная Была Да То есть Просто пришел Элейзер Фарш Там фарш Как бы Кто фарш Вот такой любит То да Но не было Качелей никаких Просто одна атака И все понятно стало Так Мы уже на новом хосте А тут Бой идет Бой идет Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, есть место Ну, кстати, даже он и не полностью выдается вперед То есть, одна сторона получается закрыта факторкой То есть, обычный реактор, когда вперед выдается Только вот с этой стороны грызть его нельзя от барака То есть, три стороны открыты А здесь две всего остаются вообще Не знаю, в будущем может быть что-то Ну, пока я тем более начал этот В Fallout как бы бегать надо И вода пройти, третий в Нью-Вегас Я, кстати, здесь искал инфу просто Ну, ладно, в Fallout буду бегать В одном убежище ствол Крутой забыл Не искал инфу по квесту по Как вот этот спутник Грейдану Чёртов летающий Вот, который со мной И нашёл случайно, что Блин, в убежище 34 стволет Забыл, уникальный, короче, просто взять Не понял, как я этот слепой Глаза долблюсь, короче Видимо, сонно играл уже в какой-то день адский А ведь я помню, что до этого его находил сам где-то Не, ну, виртуальная реальность Всё другое Просто я, ну Я знаю, что есть какой-то там Симулятор, вот Познакомился с человеком С Ваньком Вот, который фоткает спотера Очень круто Ну, и вот там он из Астрахани Его зовут там и лётчики Командир пофоткать У них СНКИ МИГи СНТ, точнее, 29-й Су-25-й, по-моему, там тоже есть По минус 2 дрона Короче Видел, что у него там какие-то есть Он постоянно выкладывает В какой-то Симуляторе даже Есть русские витязи Там виртуальные летают Челы прикалываются Ну Это прикольно, мне кажется Но это надо долго задрачивать тоже Так, ремонтная работа Ты шутишь, что ли? Это надо учиться Как бы с нуля мне практически Надо 5 лет учиться Получается Да, ну, когда Там дура Ну Не дураки Механики в авиации Вообще Конечно, все это очень интересно Но Я думаю, что уже поздно Хотя нет Ну, в тридцах Вообще Ничего не поздно В принципе Но Я думаю, что нет Что, что самое крутое Мне было бы реально интересно Это научиться самому Ну То есть Пойти в авиацию Летать Но вот это уже Красс поздно Как бы Для По крайней мере Военной Для гражданской Да, может быть Это тоже Вообще Планы Грандиозные Слишком Я тебе скажу Вообще Гольбо Если человек Цель ставит То может Я понимаю Что я Я уже Смирился с тем Что мне Посмотреть Кайфово Даже визуально А не то Что там Короче Опять мы Как тогда За космос Тель за авиацию Началось Ребят Вот Огумню Было у нас За космос Там За планеты За т.д Это все Очень интересно Две такие Темы Это не две И там Еще есть Всякие темы Попадала Королев Трансьюз Было Веттл Которая Погибала Сейчас Скинуть Не получилось Скинуть Трансьюз Еще один Нидус Пошел С второй Собаки Роучи Со второй Часть Заходит Бункер Уничтожен На два Направления Зерк Вынужден Драться 36 Ксм К минус Ребят Пока тут Разглагольствовали Про вязку Лейзер Берет И Нидусом Пробивает Массу Здесь понятно Становится Что ему Уже Никак Не выдержит Продолжение следует Это прикольно По нейтрал Будем Играть Сливает БЦС Выиграл Лейзер Да я Слушай Не хочу В любой Точке Мира Закрепляться Я хочу Как бы Побывать Особенно В нашей стране Как бы На Дальнем Востоке Где-то Мне здесь Все устраивает Вполне Пскове Здесь природа Здесь кайфово И климат Хороший Интернет Хороший Часовой пояс Московский Удобный Для Например Чтобы Стремить Ну Понятно Что Если об этом Греть То Это Значит И Стремить Не Будешь Вот Насчет Знаний Прямо Может Какие кнопки еще там жать примерно будешь понимать как бы да но я думаю что он на десяти процентов не передаст там все аэродинамики и т.д. потому что даже вот миллионы которые рублей стоят реальные симуляторы акционные где там в кабине сидишь где она там на гироскопах или на чем там она находится что там прям вот эта хрень и то что ну не полностью с реальностью короче даже в принципе в плане стримов это не ближайшее время перспектива но с экологией ну как как везде в россии есть много дебилов которые например выезжают даже бля прям блевать хочется вот мы там на берегу стоим с пацанами бывает ну неважно где тут тяжело объяснить нигде прямо в городе живет там вдруг там бережок кайфовые виды такие вышел просто ну постоять там поугарать шашлыков пора даже на джипах ну неважно на чем просто у нас сейчас перепутавшиеся все вот эти темы вот быдлом что-то считают тех потом плохо одеть там или чё-то как его ну или там не чего-то там не знает как на самом деле но совершенно другое двадцать первом веке просто стоят на джипах они могут вывести там бутылки например к берега все в этом плане засраны и в лесу там накидано допустим в некоторых местах но целом в целом промышленности после союза здесь она больно большинство десять много заводов было как бы все развалено это и еще ну а местные недолуги и наши там не задвигают что у нас речка грязная гривой дебилы к нас грязная щука мы в клубе в 2000 там шестом седьмом играли пацан из питера в клаку там делали турик два на два там у нас вирус там играл кабану там приезжали питерские пацаны так они вообще нихрена у вас прям в городе купаются из клуба вышли там блять прям в реку бах там вообще ну нормально экология все и ну псков это как в америке псковская область во первых она по площади больше московской до великих лук где аспирант андрюх на проживет ехать когда питера почти 300 км это все псковская область как во вторых это как флорида получается в сша то есть туда мягкий климат едут кто на пенсии там дома строить у нас тоже везде сейчас землю выкупают это декором северов приезжают москва-питер я прав не люблю даже около моей деревни где дедушкам и живет то есть там просто взяли где я раньше грибы собирал там белые подосиновики росли прямо но относительно недалеко там сейчас просто гектара 2 плитка урод взял там забор построил прям там где они были ну и там дома вот но это потому что быдло сознание тоже вот это отжать себе там ну горьбы приплыли короче опять крепостные появились и дворяне новая так ну что ребят лейзер просто 1 базовый прессинг реводжерами демонстрирует что это было он затанцевать хотел что это они так подпрыгнули то давайте по игре опять что-то сегодня много флуда ну такой душевный разговор идет говорить вот вот Ой-ой-ой, кажется, масса, слушайте, отбился здесь А вы знаете, что это значит? Хотя нет, он еще не отбился Здесь реводжеров очень много Какие-то они все надамаженные В хлам вообще эти реводжеры Просто жесть Ну вот, вышел танк убивать Четыре реводжера потерял, ГГ написал, ребят Решил побыстрее лейзер действовать А в итоге вышло вот так Нужна четвертая игра Я, честно говоря, признаюсь честно Я вот этого турнира даже систему не понимаю Потому что, вот смотрите Сейчас я вам покажу Я к чему вообще это все говорю Потому что Так, сейчас на хвост зайду только сначала И потом вам покажу Прикол просто про турнир Вот про этот То есть тут Не все, кто отдыхать И тут пакеты мусорные с собой Берет К сожалению Здорово, Freedom Podcast Смотрите, ребята Смотрите, ребята Короче, вот Было группу Четыре Теперь группу Виннерс плей-офф Я вот это нихрена не понимаю Что это значит И файнал брекет Тут шесть матчей здесь А файнал брекет Это уже вот какая Сетка гигантская Причем с лузерами То есть я так понимаю Часть, кто здесь сыграет Куда-то вот сюда Упадут Кто-то дальше Кто-то не дальше Вот здесь уже есть Блайщиком он бьется С китайцем Будет биться Вот И это завтра начнется Все, по-моему Этот плей-офф Короче То есть я в ХЗ Но система сложная Проведение Короче Так Закон нужно вести Как в СССР Про принудительную работу Только вот ныть будут Якобы репрессии Зато Ну ты Подумай о чем ты говоришь Ты и будешь убирать Какое, блядь Чтобы Что-то вводить Надо Чтоб общество Вообще было Ну в голове Было готово Вообще У каждого человека Что это правильно Там Социализм Там И т.д. Все ответственные Были за это А так просто Будешь ты убирать Какой-нибудь ублюдок Там вот Как вот эти все Золотые Там На джипах ездят Постоянно про них Новости Или какие-нибудь Уроды местного разлива Как бы И ментовские Всякие родственнички Там и т.д. Как бы То есть Вот А они Ну Будут тебе пальцем Показать Что будешь убирать Вот в чем Вот в чем ситуация Сейчас заключается Так что Тут Если выправиться То выправиться Все Потому что Разруха в головах Как говорил Лось Это Ну На сто процентов Верно Вот Потому что Для всех Все по-разному Сейчас Для всех Точнее Одно По-разному Сейчас Работает Надо понимать Как бы А это Вот что Страшно Как бы Система Вот эта Кастовая Родственная Там Порука Вот эта Вся И т.д. Вот Ну Я думаю Что лучше Эту тему Не поднимать Сейчас А смотреть Старкрафт Потому что Это не Блядь Долбаного Какого-нибудь Канал Хрена Который Там Ноет Вообще Начнется Сейчас Срач Я сразу Тех Предупреждаю Не начинайте Срач Я буду Вас Выпиливать Потому что До этого Дошло Как бы Но это Пора Тормозить Давайте Старкраф Смотреть А ну Кто-то По ранкам Попал Туда А кто-то Вот Отсюда Попадет Короче Так 2-1 Мастер Ребят Ведет Я счет Уже Забыл Вот Уже Один Выискался Которого Надо бы Это Которого Надо осадить Немножечко Скорость Овером Скорость Рингом У Элезера Решил Один раз Сыграть Макро Элезер Понимает Что Если захочет Нормально Сыграть Он массу Обыграет Но он Пытался Быстрее Там И т.д. И т.д. Вообще Так А у массы Какой-то А Понял Армор Элбат Пуш Очевидный Планируется Здесь Понимает Понял Такой Нормально что чтобы рано дропнуть на скорости с овером, в первом StarCraft нужно было сделать два лейера. Почему? Потому что грейд на скорость с овером делался после лейера и на дроп после лейера. Здесь-то даже этого и не надо делать. Здесь дропать можно. Прикиньте, во втором StarCraft дропаться можно без лейера со скоростью. И мог только в лейере делать. Надо два было лейера сделать, чтобы такой билд исполнить ранее. Здесь же можно, если ты лейер сделал даже, делать грейды вообще в разных зданиях. Просто в обычной хате не грейжной. Главное, чтобы где-нибудь лейер был. А сейчас, тем более, это и нет необходимости в этом. Опять Нидусу и Лейзера? Я чуть не понимаю. Лейзер что, не верит в макросу? Чего он Нидусу-то сплошно играет вообще? А, но он решил после провала все, я понял. Он после провала Хелбат Пуша решил занедусить своего оппонента. Это, я думаю, верное решение. Здесь, в принципе, Дэхуджа здорово. Всем здорово, ребят, на эскорте. Везде Хелбаты приходят, и тебе они залпа очень много дамага сейчас нанесут. Ребят, и... Успеет затрансиджить? Успевать? Нет, 4 Хелбата мало. Вот было бы 8, и они бы залпа убили, я думаю, этот Нидус. Вот, ГГ, масса пишет. Здесь вообще Лейзер очень жестко реализует все. Ну, какая-то у них такая игра. Ну, то один другого, то другой выиграет. Макро-то игра будет интересна мне или нет вообще. Все, ребят, политач заканчиваем. Лучше сразу тормозить, потому что писать не сможете скоро. Вот. 2-2. Счет 5-ая решающая. Здесь карта. Рекламку пилю-ка, а паузу у вас там будет. Помните про блоки. Поддерживайте меня на мой канал. Подписывайтесь на премиумы. Вот. По реквизиту писания через плеер. Поддержите от блоки. Отключайтесь. Спасибо всем, кто подарки дарил в конкурсе. Первое место заняло. Ну, это ничего не дало. Ну, топ-18 дал, в принципе, короче. Вот. Ну, и всех с праздниками уже прошедшими. Новый год, Рождество, впереди и старый Новый год, но мне как-то пофиг сегодня у друга. Она день рождения у моего. Вчера, кстати, позавчера у Варди был день рождения. Написал ему поздравил там в скайпе немножечко, чтобы он удачно там съездил на ВЦС и т.д. Ну, вот. И он в день рождения 17 часов стримил. 17 день рождения стримил. Но ему-то штуку баксов надо, чтобы было на дорогу. Он там 600 или 700 собрал, помню, на стриме. Ну, ВЦС Лейпциг имеется в виду. Вот. Ну, а 15-го я сам январский буду именинником. И вообще в январских у меня столько знакомых. У меня и жене второго числа, Даша, ну, второго. Маша болела, как бы. Ну, вот. И до сих пор болеет. И что-то там опять кашель начался. Дальше, говорит, компакт скоро поедет уже от этих всех тем. Так, и не отдохнуть за праздники. Надо будет как-то выходной взять. Хоть нам куда-то сходить. Я не знаю. Хотя бы не знаю. Какой-то день. Хочешь макроигру пятую? Хер тебе, е-мое, кто хочет. Тут вот пошла уже какая-то опять чудеса на виражах. Поехал рабочий прокси рипер. А может быть и прокси факта даже с циклонами. Не знаю. Так, ждет. Рабочий, чтобы барик заказать. СССР готов. СССР готов. Так, почему у меня копта суперкрутая дыркой? Откуда она здесь взялась? Чем-то механическим порвана. Так, ну лейзер заметил барак, но барак-то всего один. И он фейковый, слушайте, этот барак. То есть, как будто бы он не один. Делает вид у нас масса. Новый лейзер, а пулл первый вообще. Турниров ближайших на январь. Какой тянут? Что будет, ты имеешь в виду? Ну вот, ближайшие дни ОСС Мастерс будем смотреть. В среду GSL. Теперь GSL началось среда, среда суббота GSL. 15-18-го или какого-то там 18-х числа ВВЦ Слейпциг. Еще что-то будет наверняка. Варди, может, какие-то тулики будут филить. Хотя, я смотрю, там он писал, что он куда-то ехать будет, в общем-то. На везги там и т.д. Комментики. Написано, за скольки играют Санчет вот здесь вот. Еще тоже написано. Риперы возвращаются, ребят. Ну, барак домой летает. Это фейковый барак был, сами понимаете. Ну и, по-моему, мой лейзер все прекрасно прочитал, что он один. Он видел, что барак один овером. То есть, он понимал, что даже дронов не надо вводить. Но он пул первый играл, просто отогнал и развивается великолепно вообще. Вот так вот. Спасибо. Спасибо. Третье уже лезер, ребята, 32-27 по рабочим, путь глубокоодный риф, вы видите, карта первая, лезер на 5 масса, точнее лезер на 11 масса на 5. Здесь 30 цехи после фейкового барака, но лезер уже опережает, то есть он еще сильнее опередит, на самом деле провалился весь план, я уже вам говорил, почему бы Штовер заметил. И лезер спокойно развивает 45-29, это не очень нормальная ситуация для тирана по рабочим, учитывая, что только-только цеха перелетела, это только-только грейдится, никаких технологий нет, сейчас только первые гелики вперед поедут. Хотя, с другой стороны, у лезера поздняя скорость собакам, но, но, у него есть много королев, которые гелионов легко сдержат, в принципе, агрессию любую. А пока доделает стим, еще пройдет время, хотя, с другой стороны, смотрите, вот здесь-то оверы висят, у лезера все развешано, он все контролит, а вот на третий, например, он не сразу геликов увидит. То есть, королевы стоят так, что гелики приезжают, залп, раз, залп, два, ну, правда, три рабочих, все, пока погибло. Еще одни идут, все в куче, 4-5, рабочих падает, надо увезти их, 6, на мейн заезжает масса, и лезер фокуснул дамаженного гель. Вот то, о чем я говорил, вижена сюда нет, ребят, королевами лезер не успел построиться, 11 рабочих, первые 4 гелиона убивают, это катастрофа, это провал. Еще едва сзади приезжают, скорости с собаком нет, и королевы просто не успевают. А чтоб этого не случилось, 19 рабочих минус, либератор на второй, просто унижение какое-то, экономики идет. Просто рейп сам экономика, и лезера сум, говорит масса в твиттере по заветам Михайло. Вот. Жесть просто какая-то случилась. Чтоб этого не случилось, должен быть овер где-то здесь. Вот ты видишь, как гелики заезжают вот сюда, а королева здесь-то, ты их ставишь сюда, гелики приезжают масса, блин, и не проехать, и назад уезжать, и ничего не происходит просто. Потому что скорости лингам нет, среагировать быстро нельзя. Так, гуф войска, финалы я знаю, но мне сейчас в игру уже не попасть гуф войска, к сожалению. Да может и к счастью, не знаю. Ну, к счастью-то нет, но ничего страшного в этом нет, я думаю. Но дело в том, что сегодня вечером я занят буду. Я, скорее всего, не буду ничего там смотреть. Посмотрим, как по времени там будет. Они в девять начинают. Не, в девять я уж точно занят буду. Сейчас, может быть, после этого Турика вам пару игр ладера сыграю. Фуллоч побегаю. Вот это да. А вот... Еще Турик-то пойдет, ребят, только вторая пара. А у нас шесть сегодня, то есть еще три пары впереди. И Бьян Кин дальше там будет. Будет у нас еще Джон Сноу Рейнер ЗВЗ, Ютермал ТЛО ТВЗ, ТВТ ЗВЗ, ТВЗ. У нас будет еще Хиро Джамрайзинг ПВЗ, к сожалению. Ночью будет, но ничего не поделаешь. Там Хиро супер-поварит, конечно. Так, у нас шесть в ту один, и Лейзер ожил после того заезда. Ну как ожил? Он с Тираном вровень по рабочим идет. Это не совсем нормальная ситуация. Обычно другая получается. Но, тем не менее, экономика есть. Сейчас Гидра пойдет, и... Брейды вроде как делаются по чуть-чуть. То есть... Вставание даже есть от Тирана определенное. Но биться можно, в принципе, какой-нибудь удачный бой. И можно перевернуть, и все будет. Крипа, правда, тоже у Лейзера не очень много, как вы видите. Спасибо, ПФФ. Я о них уже думал и давно. И без тебя, и без вас, ну, как-то пока некуда их строить, вообще, если честно. Как же задолбал этот Либератор. Офига себе, дрон живучий казался мне сейчас. Газ от одного выстрела уклонился. Редко дрон от двух выстрелов Либератор улетает. Но вторым все-таки добил. На мейн Либерок пролетает. Сейчас он королеву минуснет. И Лейзер не уконтроливает. Ну, что ты, Лейзер, творишь-то? Королеву-то выведи хоть. Ё-моё. Гидра пришла за минусалу. 12 дронов опять. Минус, по-моему, это 3-2 масса, ребят, сейчас будет. Что-то как-то Лейзер, по-моему, безответственно к этому матчу подошел. Солнце из-за тучи вышло прям ярко. Как-то засветило, так не по-зимнему, я бы сказал. Хотя у нас зима-то. Заново началась пару дней назад. Минус хоть стал температура. Вчера, кстати, на велике даже на полчасика уехал. Сухо было, кайфово. До речки доехал. Воды в реке вообще жесть. Короче, на метра два уровень выше нормального просто зимой. То есть дождей дофига, осадков. Так. 2-2 у масса, у Лейзера 1-1. Слушайте, он прогнал массу, лимита больше. Можно жить, можно делать грейды. И... Лейзер пока не спешит их, правда, делать. Но 12 криптуморов, например, вперед идет. Тоже очень неплохо. Везде криптуморы просто у Лейзера. Везде. Сверху в центр, сюда юниты шевелятся. Вот сюда надо вижн за кусты дать. Потому что, ну, вот здесь темная, темная, короче, этот... Туман войны и... Ни хрена не видно. Так, 168. Рейнджовый грейд, пошел вторая броня. 168. 170 массы. Массы больше, что Лейвезер. Лингов оставляют для контр-забегания. Но до эпохи все закрыты, кстати, у массы здесь. Танки сиджатся. Так, ядра с мариками дерется. Надо от танков отойти назад немножко. Ё-моё, как неудачно поставлен эволюшн. Сейчас, если второй армор отменит массы, это будет для него просто замечательно, на самом деле. Выдвигается все больше и больше юнита вперед. Кстати, 10 мариков вообще нет пока. Вот если бы сейчас Лейзер полное представление имел бы о составе армии массы, он мог бы подраться хорошо. Вот пошла атака. Здесь Бэйны заходят в рамку, ребят. Плюс два еще Бэйна, плюс Лингов в пачках. Но сиджатся танчик на ХГ. Здесь и Лейзер пытается массу отогнать. Но здесь танков много, кстати, Био мало зато. Танки Гидра накидываются, Бэйлинги катятся. На мейнлинге зашли, кстати, даже танчик сгрызли. И здесь и Лейзер отбивается. Блин, какой у Лейзера постоянно сплит юнитов хороший. Как он умудряется это делать? И забегание провернул хорошо. И там в итоге нахарасил неслабо. Собаки вкопались, массово видел. Но скана, похоже, что сейчас нет, чтобы обнаружить этих собак закопанных. Но он оставил здесь юнитов. Вот скан пошел, всю собаку уничтожен. Но это лучше, чем просто их просрать. Еще и на скан дополнительно тирана развести. То есть это получить максимум вообще. Максимальный эффект от забегания. До конца доконтролить юнитов. Ультралис кеверной Лейзера. Делается. Гидробеллинги дома есть. Вторая броня отменена. Поэтому с единицами и грейдами он остается. Вот где слабое место Лейзера. И на это ему внимание пора бы уже обратить. Эволюш он всего один и то не работает. Еще день-два бы надо запилить ему. По-моему, и грейды просто делать. Иначе как бы он просядет очень сильно. Броню он заказывает. Без грейдов-то. Без грейдов-то. Лейзеру вообще тяжело. Прикиньте, сколько собак у него. Там сколько юнитов вообще много. И на них все грейдов. Так, скан пошел. Что-то бейны копаются прям при массе. Кривовато это получилось. Собаки в тылу бегают. Что-то тут. А что они бегают? Здесь планетар. Куда вот хочется смотреть? Главное, бежать. Это уже какие-то глупые забегания пошли. А, это одновременная разводка. Что бейлинги попытались в рабочих зайти. Но здесь и танк, здесь и либератор. Не докатились. Не докатились. Ну, попытка была. Попытка была. Ультралом броня пошла у лейзера. 2-2 грейды. Тут 3-3 получается у массы. То есть, ну, 2-2 в 3-3, конечно, в тиранах лучше грейды будут. Но ультралы с уникальным панцирем смогут, я думаю, противостоять 3-3 тирановским грейдам. По крайней мере, в начале. Так, немножечко криптуморов. 7 штук лейзер хочет запилить здесь. Так, масса выходит. Танчиками вперед. Где-то дроны падают. Где там? А, вот там второй дрон. Плюс либератор прилетел. Нифига себе. Здесь бейны, кстати, к массе в очередной раз. Уже в какой заезжают. 10-11 дронов. Лейзер уже слил. Где-то на 4-й тоже. Да, здесь либератор. Ее он 8 рабочих убил. Хата демеджная. Вся пробитая. Это челленги стоят. 12-й же лейзер. Вообще не понятно, зачем берет. Не успевает эскип нажать. Но тут везде хрен у контроля, что всего событий происходит. Все, ультра готова. Ну и лейзер просел. 156-175 по лимиту. Ультрала без панциря. Куда ж ты поломился-то, лейзер? Как опасно. Он вперед и идет назад. Может, имеет смысл отступить сейчас? Да не имеет смысл. Не может имеет. А стопудово надо было отступить. ГГ, ребята. 3-2 масса. Удивительно. Но факт, что-то и лейзер не смог на американском сервере вывести массу просто. Просто вот так. Кто-то что-то мог сказать, что так будет. Мне кажется, и лейзер просто на самом деле настолько устал за последние дни, что он этот турнир в такой разряд, таких как будь как будет, ввел просто. Как пойдет, так пойдет. Прошел бы, прошел бы. Не прошел бы, не прошел бы. 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 Так, Корея, похоже, должен быть Кейн против Бьяна. Субтитры создавал DimaTorzok Тестируем Корею Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наверное придет сейчас. Так, ребят, плееров сейчас много всяких врублено, поэтому можете твич смотреть, можете что-нибудь другое смотреть, это не важно. На твиче вообще 200 людей практически находится. На гудгейме 300 с лишним. Наверное, кого здесь плохо идет, то того и здесь. Так, получается. Здесь рекламу я пилю. Помните про Black S, поддержу он, поддерживать мему канал. Короче, ждем ТВТ, Бьян против Кина, но что-то пока не видно ничего. Неожиданный результат, масса элэзеров убила. Я вот не понимаю, элэзер вообще вылетел или он будет где-то там внизу в лузерах, а масса в венерах. Я вот систему не понимаю, жаль, конечно, элэзер вылетел. Вот, на минутку буквально отлучусь. Пока что не видно, что кино нет. Значит, пока начинаться не будет, прям сразу. Игра, кружку, унесу кофе тут. Помою ее. И вернусь к вам сюда. Игра, кружку, унесу кофе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Такие дела. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так, всё, бьян карта сообщает подчеркали пацаны карты А я прыгаю через него в игру Рибьян против Кина у нас, ребятки Матч сейчас будет ТВТ Ну, пока что, например Элэйзер против Массы 3-2 был счет, но Постоянно Улыны были чизы во всех Практических играх Ну, как-то я бы сказал И Кин, и Лайв Импакт И Элэйзер Массы, они еще Ни одной игры, прям такой мощной Макроигры мы не заметили Но, может быть Бьянкин сейчас будет что-то интересное Не знаю А может и не будет, не знаю, ребят Вспомнил я, кто такой Use your brain, кстати, я качал Какой-то он турнир там делал, я помню, призового Добавлял Ну, на какой-то турнир На гудгейме по Старкрафту Вспомнил 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 Бред 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 Харлокинг Земляк Здорово-здорово Всем Ну, все, сейчас начнется все-таки игра Отлично Не буду переименовывать я нафиг Ничего, я думаю В плане того, что какой матч идет Joint Не буду Отлично Поехали Нам An april На Поехали Теперь М Так, опять Бьянкин, ребята. ТВТ. Депуха, газ, барак. У Кина уже понятно. У Бьяна. Депуха, барак, газ. Депуха, гарак, газ. Просто соскучились многие по Бьяну, ребята. Хотят видеть его игры. Потому что двумя аккаунтами в игре варди. Короче. Два газа Кина играет. Это ранняя факторка. А у Бьяна в ЦЦХУ бил. У него вообще барак газ был. Вот. И соответственно. Соответственно Бьянщик будет играть в ЦЦХУ раннюю. Да. У него ЦЦХУ пошла. Это уже понятно. Предельно ясно было сейчас. Ну и факторка вследует после Депухи заказанной. Естественно. Депуха на краю пошла. Рипером что-то проверяет там Бьян. Интересно Кин будет во второго Рипера играть или нет. Тоже вопрос пока открытый. Вот. Понятно что Бьян в этом матче фаворит. Абсолютный против Кина. Но. Но. Кин может и попадаться. Он иногда выстреливает неплохо. Бывает такое. Так. После Рипера Марик. После Марика реактор на бараке. Да. Под факту. Либо под сам барак Марики. Потом по два строится. Будто на факторке будет циклон. Один заказан. Сейчас фактурки. Хотя пока она достроится. Еще и газа на циклон не будет. С другой стороны. Второй газ начал добываться. Наук точно накачался. А с двух то уже. Уже сотка будет точно к готовности факты. А там и до. А. Так он соточку и стоит. Как раз по-моему. Тут гелем. Мне он предсчитает заказать. И Старфорд. Да. Два Рипера. У Кина плюс циклон. Он тоже стандартный достаточно. И выход со цельщика. Далее Либератор. Гелик. Барак. Ничего не строится в бараке пока что. Ворачивается от гранаток. Здесь Бьян зачем-то кин. Две подряд выкинул. Непонятно. Циклон приехал. Бамбенска. С гранатой неплохо проходит. Эвакуируется все. В том числе новейший мул. В итоге он часть жизни потратит. И не досчитается. Бьян там. Двух где-то. Приносов минералов. То есть наверное 60. А может быть и трех даже. Может двеноска даже не принесет этот мул. Сейчас циклон у Бьяна будет готов. И можно драться. Будет. Так. Гелик тут приехал. Тут циклон у Бьянщика готов. Кину Рипера минус ну. На гранатках попрыгал. Повзрывался конечно. Рипером в тыл пытается залететь. Здесь Либератор летит у Кина к Бьяну. Чтобы заблочить где-то минеральную линию ему. А здесь между прочим Марик садится в... Марики садятся в медивак. Пытается Бьян тут Кина подловить как-то. А где Либератор-то? Вот он прям на мейн летает вообще. Бьян сразу реагирует на Либерка. Циклон заехал получил в жбан сейчас. Залп не проходит Либератора. Ну вот здесь Марики еще. А где Марики стреляют? Вот сзади два Марика еще стреляют. А в это время Бьян какой-то самоуверенный. Просто пуш делает сейчас. То есть и за это был наказан этот пуш вообще. То есть отбился Кин. Но Бьяна больше по лимиту. У него экономика лучше. То есть Либератор плюс все эти выходы. Не достигли результата сколь нибудь рисуемого. То есть экономика у Бьяна что она? У него два рабочих погибло. Это несерьезно вообще. То есть и конечно же Бьян на 10 лимитов плюс в итоге. Что Кин теперь делать будет? Ну с другой стороны у Кина третья ццеха раньше. То есть может быть получится как-то на дистанции сравняться. Не знаю. Две Ашер. Ну одновременно. Каким образом так получилось что Кин и вторую и третью ццеха стоял. Вторая в любом случае хоть чуть-чуть раньше третья должна быть. Но я так полагаю просто завтык какой-то имел место быть. Пока я контролил там Кин где-то у Бьяна. И смотрите по лимиту то вровень идут. Но на 10 рабов Кин отстает. Ну у Бьяна соплай блок. Третья еще не готова цценчик. Да похи тоже не. Ё-моё какой долгий соплай блок. С минуту где-то. Но Бьян дропиться начинает. Просто прилетает 8 мариков. Нет 7 даже. И 8 рабочих минус. Вообще вот это абсолютно на ровном месте получается. Здесь циклонами Бьян пытается разводить. Кин сзади пытается бежать. Так минус медивак. Но марики то живые. Марики то рабочих продолжают укусить. 20 рабочих разница. 25-45 только что. Была. Ну там у Кина вышли. Просто рабочие неожиданно. Но это уже. Это уже просто катастрофическая разница по рабочим. Ну либератором можно подхарасить. Немножечко попробовать. Успевает как Бьян. Да так вот чик. Успевает отвезти. Так танк сидится. Либерки в тыл заходят. Минус куда ты рабочих то повел. Улетел пацан. Вообще за недоконтроль Бьяновский. Он ушел. Видели куда вообще. Просто его либератор в космос унес. Своим ударом. Со дна вообще морского. Парадокс. Тут 8 циклонов вперед едет. Здесь два танка без шансов. Вообще просто. Тем более они перекрываются. Один в недосягаемости. Другой снизу. Бах. Бах. Кин решил что надо ехать дальше. А зря он так решил. От циклонов ничего не остается просто. Я же говорю что. Тут оборона просто хорошая. Убьян. Но вот это для Кина просто. Была бы сейчас игра равная. Кстати по рабочим то близко. Несмотря на потери. 20 разницы было. Кин умудрился с 3 циклонов сравняться. Но. Одна дебильная атака. Потеряно 6 циклонов. Они вообще ничего почти не убили. И опять все плохо стало. Убьян тут поливает циклонов. Разменивается на дамажных. Но 2 в 2 забрал 1 демод. 1 демоджного 1 живого. И в это время выход какой-то идет. Био и танки без медиваков. Вообще сейчас только они вылетят. Первые вылетят. То есть надо как снизу сиджиться. Поначалу сканить. А потом видимо уже каким-то другим образом разбираться. Стименс обьян. Геликов принимает. На хг забегает. Ооо. Танчик надо покусить. Покусить циклонов. Танк даже выстрелить не успел. Ну вот это типичный обьян. Один момент просто видит что можно ловить. И ловит. И вообще по контролю не дает никаких шансов оппоненту. Просто не дает. Никаких шансов. Хорошо вышел. Хорошо. Продолжение следует... 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 41, 21 по рабочим 20 опять в плюсе, Биан Везде туретки против Банши Третья ЦЦеха там есть Здесь два Гелика приезжают Ой, два Циклона приезжают, зачем? Ну, по инвизам только сбил захват И следующее, как дэмэджа нанёс вообще Нанёс дэмэдж и ушёл просто Ну, называется Игра хорошего уровня Это называется, по-другому это не называется Не как Либератор тем временем, прям через Всё, на мейн залетит сейчас Да, прям через всё он на мейн и залетает 26, 48, грачу Опять же, несколько Циклонов Две Банши, здесь опять танк Туретки, Викинги, Бункер, ох, жесть Тебе кажется? Ну, я не знаю, что там тебе кажется И насколько это правда, но корейцы Разного уровня Отыгрывают всё И газ-барак, и барак-газ То есть, билды все играются Тут дело в том, что, видимо, уровни просто разные Выгревают И... Вот танчик минус Нулкин Пытается проатаковать А здесь второй за бункером стоит, ребят ГГ, он пичет Бьян просто переигрывает Вообще, на голову Кина, по-моему Пытается проатаковать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, сейчас мне надо ответить Звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-звук-з Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, циклоны здесь у Бьяна есть, поэтому всё нормально. Сканит Кин и видит-то, что здесь Био с двух бараков, понимает, что агрессивнейшить будет Бьян. Но я не знаю, сколько мех может противостоять эти циклоны. Если, конечно, в лоб драться с ними, 16 мариков, например, с двумя медиваками, 4-то циклона вообще в хлам укатают. Но если будут с ними гелики, ещё больше циклонов может быть там. Либо же там 4 циклона, 6 геликов, там, если будут строить Кин, то они легко справятся. Мне кажется, просто не надо третьей цехой спешить лететь куда-то. Можно сделать инженерку и попытаться туретками в основных направлениях туретки поставить, здесь одну поставить, уже отсюда, например, тяжело залетать. Только отсюда забегать или дропаться сюда можно, получается, будет. Так, склонно к силу на Гио Бьяну, Кино Рипер, тихо, встает. Один другого не видят, но центр контролит. И всё, Бьян через своего циклончика летит вперёд. Возможно, он тоже сейчас вперёд поет. Проверяет к силу на Гу Бьян. Нет ли Кино тут Рипера на к силу на Гио. Всё, Рипер уходит. Бьян видит, куда он уходит. Бьян сканет вторую. Куда полетит, интересно. На центр полетел. Решил не агрессивничать, не спешить. Танк делает ещё два медивака, два барака работают. Вниз пошёл КСМ, попытки ЦСФ, соответственно, заказать, но не заказать, пока её будет. Здесь Рипер отогнал. Пришлось привезти сюда юнитов. Привёл. Всё нормально в итоге. Плюс три барака. Ну, то есть Бьян решил, ну, то есть он по каким-то понял моментам, по каким, по той армии, которую в лоб не убить, что не получится ему Кино пробить, потому что надо в ЦСФу выходить и продолжать макро выходить. То есть делать грейдики, продолжать увеличить продакшн, третью ставить. Он, собственно говоря, это всё и делает. А видел, кстати, Бьян, что ЦСФ? Да, он видел третью Кино, то есть он сразу внизу ставит, понимает, что Бива его мобильная, и он снизу всё там сможет прикрыть своими выходами просто. Так, здесь минус гелик. Бьян подойдёт сейчас сюда. Кину вообще тут ЦСФу без шансов вниз вывести. Медивака 4. Можно вот это всё бы, кстати, было бы дропнуть на мэй, но там всё прикрыто вроде как везде. Это не имеет смысла. Тем более щитов не было. Только сейчас они доделать без щитов. Вообще марики слабее намного бы там смотрелись и дрались бы. Вот теперь вот уже можно что-то пробовать. А что пробует Бьян? Бьян пробует ЦСФу понапрягать Кину, то есть... Ну, Кина 4 танка уже, кстати говоря. Стимится Бьян, понимает позицию Кина юнитов. Попытался ЦСФу подрезать. Блян, Бьян даже, ну, тонко он хотел, да, её сейчас чуть бы дальше была, афана и такой качество Мариков с плюс один. Могли бы её не упустить, они имеют гигантский ДПС на стимпаке. Но в итоге улетел Кин, а закином контроль воздуху, то есть если бы Бьян сейчас ничего предпринимать не будет, ему придётся сканить постоянно. Вот у Кина либератор прилетел, так что... Яну придётся уйти, снять эту осаду скоро, наступить по третью ЦСФу, продакшн большой, просто заниматься домашними делами, экономикой там и всем-всем-всем. Так, СМ-минут. Хороший ДАЕС Гелик, Бьяна тут Мариков нет, Мародёры Елёнов медленно выносят. Девять рабочих Кин уже Бьяну заминусовал. Кстати, через другой билд Кин начал играть, и другой совершенно расклад в игре-то. Здесь вроде как туретки есть, прикрыто, прям не идеально прикрыто, я бы сказал. Но вот викинги полетели, если Бьян решит лететь туда, то это вообще был бы провал, то есть это, я не знаю, самая провальная операция Бьяновских, Бьяновского биогу была, потому что оно бы даже не долетело бы, там викинги всё бы сбили вместе с туретками, кажется, даже дропнуться никто бы не успел бы. Но Бьян не дурак, он без скана не летит. Дроп, и это правильное решение. Расканил и не погиб, в общем-то, на викингов. Сейчас вот барак минус, ну, можно загрузиться и опять сюда попытаться дропнуться. Кин, тем более, куда-то собрался, как будто бы ехать, ломиться. 2-2 у Бьяна пораньше, атака на технику. Две факты у Бьяна уже работают, он понимает, что Био это хорошо, даже как грейды лучше, правда, она не сможет драться с мост-танками и с мехом, да, как бы лоб в лоб с одинаковой эффективностью. Поэтому нужно больше танков добавлять, чтобы, допустим, там, если здесь будет там танков 12, у Кина разложено, чтобы у Бьяна хотя бы 6 были прикрыты хорошим Био, чтобы можно было позиционно драться, там, как-то ловить моменты, на пересиджи пытаться там Кина сбривать, или, ну, или позицию самому держать, дропаться там эффективно, чтобы Био с танками было, потому что в маленьком количестве это вообще можно в плюс размениваться. Что я имею в виду, несколько танков здесь разложил, сзади марики с мародерами, сюда все по очереди подходит, а ты просто все встречаешь, принимаешь. Вот, например, смотрите, Бьян залетел, туретки все уничтожены, Либератор есть, Либератор раскладывается, Либератор минус, танчик можно отступить сейчас назад, да, просто мариками можно Либерка попытаться сбрить, нет, Либерка не получится сбрить, ну, не сказал бы, что я вот размен, не сказал бы я, что этот размен был в плюс для Бьяна сейчас, но разменялся, разменялся, опять выход делает, ну, Кино 180, у Кино все, по-моему, хорошо вообще, идет Бьян по центру, только единственное, что Бьян постоянно в напряжении держит, там и здесь юнита, ну, у Кино от забегания есть здесь оборона вообще, Так, здесь попытался Бьян забежать, нет, без шансов, Кино 4 уже ставит, кстати, в центр вылез, Бьян здесь и делает линию обороны, несколько танков плюс Био, но проблема Бьяна, ребят, в том, что он воздух не может проконтролить здесь Викинги и Либераторы, я уже много раз говорил, что вообще перспективно против Меха Био играть в Либераторов с рэнджом, но нужно тогда много Старпортов, чтобы им и Викинги были, то есть воздух законтролил, если получится танк по Либераторам убивать, то это неплохо работает тут по мне, потому что Кино очень жестко Бьяна давит, Либераторы, Викинги, танки, вообще здесь просто ничего не сделать, Меха Тиран побеждает, Био Тирана Бьяна в лоб, и Бьян не пытается дропнуться никуда, у него вообще медилаков особо нет, не знаю, получится ли Бьяну здесь адекватно протянуть, отбиться, у него 4-ая ЦС, орбиталка, сюда можно вообще Геликов пару завести, минус добыча будет вся, но Кин предпочитает лопаться сейчас, Либераторы все ближе и ближе, прилетают, танчики прогоняют, Тор, правда, здесь Либерков минусует, по чуть-чуть с гигантским оранжом, Бьян там в тыл зашел, все сжарили нафиг всех мародеров, маленьких криво они зашли как-то, Кин кажется собрался проигрывать, если уж и проигрывать, не в сухую точно, а прикиньте сейчас как с Бьяном с нуль-ва, за комбейщет Кин, кажется невероятным это, но тем не менее, танчики вперед идут, Кин уже решил, что пора выносить Бьяна, Сиджитса-то будет, да, Сиджитса, часть танк, часть без Сиджи была, вот сейчас все за Сиджина, выносит все, с пары залпов, Бьян со всех сторон, накидывается, кстати, что себе Бьян здесь еще и отбивается, чудом каким-то, слушайте, ну так, можно и слиться вообще, четверто, это не особо у Кина раскачено, один с рабочих, где-то он потерял, даже не знаю, где и не проследил, Центр пока контролит, так, что-то Варди ливает, а что с ним случилось, не знаю, случайно что ли, нажал на F10 и выйти, не знаю, ребята, скажу which is, а что с ним случилось, Так, здесь заезды постоянные геликов идут, Бьян пытается дропаться, ну здесь планетарка на четвертой плюс танчики, ой как у Бьяна здесь вообще жесть, ну что значит не планетарка четвертая, гелики заехали и просто 17 рабочих забирают, на центре Бьян, правда смотрите, Кину четвертая, ё-мая, у Кина только воздух здесь, Бьян пришел на халяву пару залпов дел и ушел, у Кина пятая уже, все-таки контроль то за Кином здесь, 3-2 грейды на мех получается, Бьяну надо соображать, надо 21 еще сюда рабочие заехали, надо соображать как бы сейчас перебороть-то Кина, иначе беда, иначе беда, камни пробивает, Бьян можно, вот если эту заберет, Бьян это хоть что-то будет для него, чалик пришел, залезай на окорку. чалик были, залезай на окорку. чалик пришел, залезай на окорку. Пусть не он скинул. Четвёртый. У него новая уже. Пятая вместо четвёртой. Рабочие сюда. Все эвакуируются. Тридцать пять просто здесь КСМ-ок. Кстати, кончаются везде. Здесь всего пять. Сейчас четыре минералина останется. Здесь не будут эффективно рабочие работать. Так, Бьян через центр идёт. Смотрите, есть тур один. Заходит через турецкий. Непонятно, у Кина три танка в Сидже было. Зачем он их снял, ушёл вообще. Я вот понятия не имею. Бьяну дал на халяву всё зафокусить. Если Бьян эту игру вытащит, то это только Кина вообще фейл. Если Кин сюда пойдёт... Ой, как Кин вообще криво делается. Ё-моё, чё он творит-то? Вот всё, что нужно мех тирану в такой ситуации. Доехать своим лимитом до какой-нибудь базы, хотя бы сюда к био-тирану разложиться и просто отдать там пару баз, здесь где-нибудь оборону выстроить. Вот этот лимит рассидженный хер ты убьёшь, если у него с воздуха прикрытие есть. Так, идёт Кин вперёд. Бьяна. Вот вам и Бьян. Это уровень игры называется. Просто уровень игры. Не договорил я, что... Ну, просто с воздуха прикрытие есть, с либераторами на халяву или какими-нибудь баньшами это всё не выбить, то там био не сможет остановить вообще всё это дело. Кин прямо на танке к Бьяну идёт. Сейчас зачем? Не, понятно. 100 на 120 лимитов. Четвёрт всё-таки занимает. Сиджатся танки. Бьян био сплетит. Со всех сторон набежал. 80 на 120. Кин даже эту игру отдать умудрился. Как это произошло? Ну, понятно. Вот пару отдач. Здесь СЦФу отдал. Здесь на муви ходил. Сейчас туда налом и всё. То есть на Вейтене ошибался просто и... Вы видите. Не мобильный мех тиран просто. Им надо понимать, как сделать. Когда у тебя есть 200 лимита на мехе, понимаете, надо био давить тирана. У него... Потому что он мобильный, он бас много может занять, просто даже без обороны. Хотя бы геликами заезжать, вот как тогда Кин заезжал. Продолжать. Ну и пытаться, я не знаю, как бы, выход сделать основной. Потому что иначе там и он всё что угодно. Он так же мех угрейды наделает. У него и био грейден, и мех угрейден. ГГ Кин пишет, ребят. Вообще удивительно. Ну факт, но... Но Бьян 3-0 вот эту игру Кин обязан был выигрывать, но проиграл. АПМ, смотрите, вообще. Зеркально АПМ одинаковый вообще. 370 там и там натыкали. Ну что у нас? Что дальше? Рейнер Джонс, снова это американский сервер, Ютермал, ТЛО, Евроупа. Рейнер Джонс, Спайки в игре. У меня не было спайков. Рейнер Джонс, Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, придётся перестримить одну Придётся перестримить одну Блин, как я, короче, проморгал-то Блин, проморгал, короче, просто... Ну ладно, бывает такое Звонки эти отвлекли меня и... Продолжение следует... Санчес-13 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, да ладно Серёга, ну позвонят Скажешь, чёл конкретный В натуре Так, Ютермал ТЛУ, ребят, я... Ну... Короче, у меня что-то выморозило эти звонки Спасибо, Чесанчес Я так, что не успел даже в игру попасть, короче Они, значит, посмотрят, что там будет Вардик сидит задержка какая-то гигантская, по-моему, не? Больше полторы минуты, мне кажется Вот Ну, всё нормально будет Больше полторы минуты, пока не уйдет Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пытался и... Пытался на третью выйти Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Unexchchor Собаччонок забегает Собаччонка данный директор DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В quand même Nexchor Ладно, уже всего Matthew В ситуация В том числе Продолжение следует... 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 Впереди рейдер Джон Сноу... Только ЗВЗ после этого матча сегодня будет... Как вы поняли, Хиро Джим Райзинг будет не сейчас, а ночью как-то не знаю, кто его стримить будет... Точно не я в 3 часа ночи буду его стримить... Поехали! Надо перезагрузить, я не обратил внимания... Ну вот, перезагрузил уже, все нормально, ТВО и поехали. Продолжение следует... Оть, куда тут? Что тут? Ё-моё! На 2 на 2 не выставил интерфейс! А здесь, смотрите-ка... Надо теперь на 1-1... А я забыл вообще, что 2 на 2 вчера стримили... Ладно, со следующей игры... Все, не слава богу, короче... Первую игру рестримил, здесь интерфейс кривой, короче, ребят... Ну, я думаю, вам все видно тут, что происходит, надо... Ладно, не буду я ничего переносить вообще... Здесь и счет не напилить, на самом деле, в итоге... Ну, 1-0 ведет вообще... Так, и мы ремастер-стримим, Серег... Рус-брейнкап у нас был первый сезон... Как-то Кирилл пропал, правда, сейчас непонятно куда... То есть... Ну, он 2 собирался проводить... Сейчас будем пилить новый сезон тоже... Будем ремастер-стримить, обязательно, то есть... И смотреть... Я смотрел сам... Но все-таки во втором старике активные... Мусти много началось... То есть... Слушайте, пятихаточка людей тут скопилась, рекламу подпилю, полчаса уже не пилил, так же помните про блоки, не забывайте поддерживать, все будет норме, к третью игру интерфейс сделаем, Рейнер Массенер на американском сервере будет потом, Ну и я так понимаю, с завтрашнего дня уже полноценные плей-оффы начнутся, там разные стадии, лузера, там матчи будут, наверное, на еще дней шесть стримов просто подряд вообще, немерено будет вообще Ну и термала опять, в общем, газ-барак, Рибера в ЦЦшечку, фактурку билд, прилетает он Рибером сейчас к ТЛУ, ТЛУ 17-го хата, газ-пу, причем со снятием всех рабочих, газ такой редко в Лотве увидишь сейчас Ну, через ночь добавлен этот хренатень, запрыгнул и термал наверх, его два дрона вывел ему навстречу, чем два-то Не успевает спорки, правда, спелить, но ТЛУ, блин, а че он забоялся-то? Забоялся убить, но подумал, что Рибер, наверное, не уйдет Улетел Уровень Титана я не знаю вообще, если честно, потому что, ну, я не, ну, не видел, что он как играет сейчас Но он на каком-то там отборочных или чем-то Неразиму проиграл, ну, то есть это показатель того, что пока уровень его далек от старого его уровня, конечно Ну, и молодые, конечно, подтянулись, спора нет, но, как кто-то сказал, что Титан сказал, что он ближайшие пару месяцев погеймит и поймет вообще, как бы Способен он сейчас что-то втащить, не способен, пойдет у него игра, а не пойдет, непонятно Так, надо сюда залезть один, успеет залезть, можно пострелять, уйти через королеву, пролететь, что-то разведать А на мэне-то и нет ничего, кстати говоря Можно спрыгнуть вниз, попытаться, но не получится, минус Рибер Но ему и смотреть здесь нечего было, по сути дела, вообще Че, серьезно, Витька? А я-то не заметил Вчера еще стоит Но заново я не буду просить, чтобы они переигрывали, скажу, извините, ребята, я тут, блядь, давайте, короче, пацанам скажем Что два на два, короче, пусть ливнул сейчас, я переставлю интерфейс Все заработает, естественно Так, инвиз бандшам, стим на бараке Ну, био, кстати, от Ютермала пошло, можно было побмануть бараком, улететь, потом факты записи Факты сюда запилить, например, я не знаю, либо инвиз отменить Ну, не знаю, инвиз уже нет смысла отменять Короче, Ютермал ничего не отменяет А, в общем-то, отсутствие Майнгеймса, это тоже Майнгеймс, на самом деле То есть, когда оппонент на высоком уровне, то есть, ты все проскаутил, разведал все, по-русски, если говорить Видишь, что оппонент делает, и думаешь, да, сейчас он как-то может меня обмануть, куда-то там свичнуться А ты никуда просто не свичишься и играешь стандартно вообще Абсолютно Три барака, факта на лабе, реактор на старпорте То есть, опять похоже такой стиль, био плюс танки будет Это вторая уже игра, ребят, первую Ютермал очень царским таким таймингом выиграл Куда шо, Баншо, видишь, как у рейнжа, там она поливала по рабочим, вообще жесть Ну, везде спорки, везде, то есть, именно зоны, где спорки стреляют, не такие большие Но зоны, где они видят, а видят они дальше, чем стреляют, естественно Обнаружают, в смысле, невидимых юних Они гигантские, королевы, поэтому своим рейнжом 8, очень большим оружием, я бы сказал, прям сверхдальним атакой этой воздушной Баншо прогоняют Пару рабочих подрезал, сам Ютермал где-то 2 рабочих потерял, даже не знаю Ну, 56-67 барабам, не в пользу, конечно же, Ютермала, но по-боевому он ведет почти двукратное преимущество Стенка не закрыта Да, нас не полтысячи, нас уже 720 По крайней мере, мне общий счетчик показывает На твиче 200, на гудгейме птишка Да, вторая факта пошла Здесь щиты, здесь армори подъезжает То есть сейчас 2-2 грейды, пойдут атака на танки Интерфейс 2 на 2, ребята, я же говорю, со вчера, вчера 2 на 2 турнир был На Европе, кстати, запись уже выложена везде Хотя не уверен я, что везде, дайте-ка посмотрю сейчас А хер там, да, не выложено пока ничего Ладно, выложу в конце стрима, плюс они очень, чтобы другие увидели на гудгейме Да, как бы, контакт выложу 2 на 2 года, оно на ютубе уже точно обработано, я уверен в этом И так, Ютермал заходит, опять как-то танки в нагло вперед идут Киллова врывается, но бейлинги кончаются И опять просто на муви Ютермал приходит И по-моему, это здесь уже понятно становится, что в этой игре происходит Хотя танки падают Хорошо, собаки сзади пришли, поспешил С качества киллова прямо сейчас отлетит Короче, выложу скоро 2 на 2 интерфейс остался И, ну, он не может быть поменен прямо в игре Фраер на свадьбу Он уже тысячу лет назад женился Ну, мы общались, но не настолько прям друзьями были Если поеду в Крым, то, может, когда-нибудь к Краеру там Когда-нибудь заеду Не знаю, как он поживает Правильно, если уже помоложе меня немножко Так, СЦФу отменил, ТЛУ Ютермалу Я смотрю, танчик сгрыз 130 на 41 Срочно, что у Ютермала намного больше тут этих Лимита Ныкается за вторую базу Без бейнов не выбить будет отсюда Ютермаловских юнитов Караптера 2 уже минус Просто, блин Караптеров построил ТЛУ Хайф есть Сказалось бы, выходив брудов Но нет Пришли марики и пошатали Что-то как? Сколько Караптеров погибло уже? 5 Караптеров 6 умудрился нафокусить Просто Ютермал ТЛУ в этой ситуации Вот что значит контроль То есть Марики зажаты Все кажется, что им кранты Но Ютермал-то видит, что бейнов нет Бейлинги вообще пыха нет Мариков Бейлингов нет Просто взял через шифт Прокликал, которых видел Караптеров Если улетали, подлетали Просто обратно переконтроливал Перекликивал Вот и все Факта... Ой... Ультралис кэверн делается Пятая уже Тлохат готова 77 дронов У него Ютермала 75 КСМ Убрать не надо быть Ютермалу Вот сейчас вот не прокликал он Караптеров И вообще Мариков кинул Вот это бредовый контроль был От Ютермала Все равно у него больше лимита Посмотрите 150... Ну он постоянно растет Ну короче 30 боевого в плюсе Ютермал Стабильно Стабильно в плюсе Тлоу с нескольких сторон Пытался принять Ютермала Но в итоге Разница по боевым Уже не 30, а 40, 50 Общий лимит разница Там 50 практически Идет вперед Ютермал Танки Сиджитса Марики далее Идут у танков Есть атака Есть вайперы Но толку от них маловато От этих вайперов ребят Короче Все здесь громит В итоге у нас Ютермал И на 3 часах И везде короче Печаль полная Перезвоню попозже Что-то сегодня Вроде будний день А какое-то есть как бюро Просто какое-то У меня Не знаю Справочное А как Мариков Бэйны Вкатились Люто вообще Это жесть какая-то Прирост очень большой Сзади где-то Здесь группировку Ультралиски почти убили Но нет Два танка выжили Часть Мариков Эвакуируются на Медиваках назад Приходит прирост Очень-очень большой Еще и три танка Вместе с этим приростом Два без Сиджи Два Сиджи Ультралы падают Все Это 2-0 В пользу Ютермала Он очень силен Сейчас смотрю Такими выходами Но вот корейцы Понимаете У него один билд Сейчас играет Мне вот этим Ютермал Не нравится Вот он один билд Надрочит Как бы играет Им на Европу Почти на всех хватает Почти на всех А корейцы-то Они моментально Построятся Под вот этот Один билд Так Сейчас перезвоню Ребята Так 540 Здесь людей И на Твиче Две сотки Нормально Сейчас Что-то Что такое Все еще Разные люди Звонят Прям Стоит 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 Так, всё, я здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, третья карта Пока что в сухую Вот, нормальный интерфейс подъехал В сухую термал шатает Пока ТЛО К сожалению, интриги не получается Одним билдом, но ТЛО не может Втянуть, как бы Тем более они тиммейты, понимаете Добавляйте Такс, ну что Такс Газ, барак, а нет, барак, простите Барак, газ, фриперов, ццшечку Факторку, наверное, ЕО и у термала Будет, может быть, во второй барак Даже билд он сыграет в Steam Вот Ну а вот ТЛО, пул первый в этот раз В третьей карте, решил Что-то изменить В этой жизни В своей Королева успешно создана Спасибо, Аниль, скоро Разленился Да я, как бы, и не собирался Просто вот он Отвич добавлять Если бы у меня Все время Отвич был врубен Так он не основной канал Как бы, а зачем-то мне Может, будет Чем-то запилю Все-таки Сейчас достаточно много Из игры идет Получается Стримов Ну то есть, как бы, турниров Немного, в общем-то Но есть, что постримить Вот рабочий, смотрите Вот его ходит На муве за другим Косяк Так, что происходит Ничего Все сегодня Заспамить решили Еще и Теледва Грит Пять рублей осталось Деньги высасывает Сраный телефон Ребят Ребят 32-30 Порабочим Третья ЦС Вот раз Ютермал Вообще, кстати, билд Пока Билой не пахнет Этот билд Может быть Ютермал Даже хочет Гелик Оцклон Мех сыграть Может быть Хочет Залетает Сюда ТВО разведывать Хочет понять Что происходит Армори Пока нет С другой стороны Вообще Если поиграл Наверное Какой-то выход И переход Потом в мех Скорее всего Я думаю Играл бы У нас Ютермал Через армори Где-то здесь Через плюс один Вот Викинг Вылетает Овера Зашатать Сейчас все понятно Будешь Это точка Принятия решения Получается Во что играть Уже На бараке Вот лава пошла Что-то все Летать начинает Да Все-таки Билу Похоже Здесь барак Здесь барак Вот на этот Реактор Перелетит Да Я думаю Ты его тоже Все понял Крип По всем направлениям Научили зерги Сейчас все Практически зерги Маломальские Которые что-то Соображают Пилить крип По круг мейна Во-первых Это дает возможность Королевам Передвигаться С максимальной Скоростью Везде Во-вторых Посмотрите Какой вижен То есть сюда Криптумор Запилил Можно не овера Вешать Сюда криптумор Впилить И будет Вот где-то До сюда Вижен Дроп залетает Ты заранее Увидишь Все Встягиваешь Сюда Да и тирану Поверьте Когда прилетает Он сюда Ну как-то На крип разгружаться Не всегда хочется То есть Это понятно Что со скоростью Девяточка Собаки сюда Прибегут Беллинги Прикатятся Моментально А у собак Да Скорость Почти 9 Вот это вот 8,5 Просто жесть Вообще Нереальная Скорость В втором 100 крафтах Такие жадские Они как в ультурке В первом Просто там Нереальная скорость Была Так Все Гифт уже не надо Спасибо всем За подарки Которые там были Конкурс Все Закончен Я на почетном Первом месте Которое ничего не решало Все топ 18 5555 Получили И все Могли б кинь бонусы Придумать Для топчика Я не знаю Каких нибудь Премиум халявных Или Да что нибудь Хотя б Я не знаю В конце концов Ну это я Придумаю Как будем Турик Липический Смотреть Я С Джессу Как предлагал Потом Сам забил А я Вечером И не стримил Наобой Вечером Джессу Попридумать Каких вопросов Может премиум Ребусы Поразгадывать Хоть кинь за премиум Там я не знаю Здорово Ушаева Я тоже С прошедшими Кразниками Всеми Да стрим В принципе Уже удачный Такой Игры Интересные Людей Очень много Хотя Прям вообще Каких то игр Прям вот Жесть Чтоб кто то Бился Прям Не выходом Убивал А бился 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 Переворота Такого пока Еще не было Вообще Ни одной игры Ну Сейчас Сделает Термовой Как Ну Выход Разношерстными Юнитами Опять Подобно Первой По моему Карте Хелбаты Плюс Марики Плюс Танки Хелбаты Трансформятся Здесь Забегания Собачками Идут Даже Ксм Не сгрызли Здесь Марики Все Отогнали Вот Че Сканта Мешает Кинуть Сразу Вычистил Крипл Вперед Выступ Который Пошел Так Марики Сюда Щиты Даже Не заказаны Пока То есть Это Хелбаты Марики Плюс Танки Пару Ищетов Без всего Вот Танчики Можно Откупить Сагрить Можно Бейлингов На танки Нужно Увести Сюда Смотрите Как ее Термал Улетает Дропает На му И все Бейлингов Если Фокусить Марики Нормально Будут драться Бейлинги Отфокусились Королевы Падают Все Падает И термал Просто Красавчик Сбревает Все Медивак Это точно Не под угрозой Уничтожение Остался Здесь Оверы На му Летят Очень похоже На 3-0 По-моему Вообще Три Медивака Ну и термал Все Начал летать И туда И сюда И т.д И т.д Везде Пытается Напрягать Бараков 5 Работает Факторка Работает И плюс Еще А Две Факторки Работают Плюс Еще Две Просто 5 Бараков 4 Факты Старпур Вот Современный Вот этот Стиль С танчиками Не все Конечно Его играют Но Ютермал Он что-то Прям очень Понравился И он Его Исполняет Очень Неплохо Ну и корейцы Тоже Многие Играют Подобный Стиль Вот Ютермал Даже Без счета Смотрите Что здесь Творит Просто Марики Позицию Заняли Ёма Как он Эффективно Разменивается Его Не можешь Ничего Сделать Попытка Улететь На бусте Караптор На хвосте Рифма Получилась Караптор Минусует Всех Короче В этом Медиваке Я не знаю Почему-то Вот здесь Стал Хотя Полетел Сюда Караптор Нагнал Хоть Дальше Где-нибудь Может быть Вообще Передумал БТВО Подумал Что Улетает А там Встречает Чем-то Водитель Полудохлый Викинг Здесь Перед Мариком И вперед Кот Пошел Не знаю Зачем Вообще Его В атаку Бросил По земле И утермал Летал Бо себе Где-нибудь Избивал Вообще Спасибо Шлег Да У меня Извиняюсь За электронными Кошельками Но Паузы Бывает Их Изредка Проверяю Потому что Редко Сейчас Кто Поддерживает Или По их файлу Яндекс Ну Бывает Да Но Как-то Больше Через Плеер Проходит Либо Через Карту Напрямую Проверю Обязательно Слушайте Ютермал Все Ютермал Все Кинул В атаку Опять же Тайминг 180 На 130 50 Лимита Разица Я просто Не понимаю Как Ютермал Умудряется Так По лимиту Впереди Быть Конечно Каждый Танк Это Три Лимита То есть Три Танка Это Девять Только Один До Заказ Но Где Лото Весь Лимит Вообще Ну ТЛО Это Игрок Настроения Я не знаю Насколько Он тренится Сейчас Активно И серьезно Тоже Можно Было Танк Забрать С Медиваком Живым Спокойно Ну Как-то Да Он Я не знаю Он Интересные Билды Придумывает Да Но Самых Топов Он Выше Головы Прыгнуть Не может Не может Он Зашатать Тех Кто На данный Момент Топ Но Иногда Бывает Все Так Выигрывает Но Тут Они Тиммейти То есть ТЛО Больше Такой Угрок Который Удивить Любит А Удивить Тиммейт Понятное Дело Сложнее Ты С ним Тренишься Наверняка Они Тренятся Вместе Поэтому Я думаю Что Здесь В этом Причина Тоже Что Ютермал Так Стабильно ТЛО Убивает Он Знает Что С ним Работает Этот Билд Хорошо Вот Видно Что Предпочитает Его Ист И Он Работает Прекрасно Дроп На Мейн Три Королевы Минус Собак Минус Куда Ты Королев Ведешь Как Они Могут Убить Мариков Этих Нариков Нариков Мариков С нулем Атаки Милишные Грейды Напомню Вот Прикол Трех Эволюшин Утрав С тремя Эволюшин Так же Ютермал Просто Развалил ТЛО Уже Не Могут Адекватно Так Гейтвей Ликвид Терми У нас Здесь Мейн Уничтожен Хорошо Здесь Не Хай Был Я Думаю Не Мог Быть Хай Быстро Убили Ведь У Хай 2500 По сравнению С обычной Хатой Плюс 1000 Хп Извините Это Серьезно Кстати Сколько У Хай Армора Один Все Так Изначально Зерк У него Только Здание Грейдится Броня Не Увеличивается В этом Плане Зерги По сравнению С другими Расами Такая Ущербная Раса В том Плане Что Угрод Саполя Например Зданием Дают Хотя Б Половина Хп Там Больше У Тирана Есть Уникальный Грейд Специальный На Две Брони Зданием А у Зергов Только У Зергов Есть Трансфьюзы Королевы Могут Вылечить Все Прижим Какая Дища Огневая Мощь 12 Танков Нереальная Моряки Сбивают Вайпера Чтоб Огневую Мощь Это Не Уменьшать Еще Один Вайпер Падает Это Разгром Это Просто Вынос Конечно Тут Выход Шел 200 В 130 О чем Тут Могла Быть Речь Даже Если Вайпер Зеленку Поставили Я Думаю Разорван Был Пло Видите У него Всегда АПМ Такой Вот Понятно Что Американский Сервер Сейчас Так Все Сейчас Проверяю Я кошельки Эти все Интерно Подчеркивание 7 Поддержал Ваш Канал На 100 Рублей И Сообщает За Старкрафт И Помидор Даначу В Упор Спасибо За Стримы И За Репчик Спасибо Большое Так Спасибо Тебе Большое Вижу 15 Баксов На Пайпале Тысячу лет Не заходил Даже Не знаю Какой там Пароль У меня Что там Происходит Сохранен Отлично А Хер Там Да А вот сюда Поменим Пароль Был просто Понятно Вот Лично О А Какое было 12 Ноября Хрена Прикол Мне 12 Ноября Две Сотки Беляков Артемий На Пайпал Кидал А я Даже И не Видел Это Спасибо Тебольшое 13 Бакинских Вижу 13 Восемьдесят Девять Комиссия Бакс Небольшим Так 200 565 Получается Рубасов А Как Не Видел Я же Выводил 13 Вот 765 760 Спасибо Большое Тебе Шлег Все Я на Америке Мне сейчас жене Надо будет Позвонить Ребят На секунду Отплечься На Америке Ждем Рейнера Против Джон Сноу ЗВЗ Наконец Оставлено На самое Ну а что делать ЗВЗ Так ЗВЗ Надо смотреть Все Съехать Не получится Ребята Спасибо Большое Всем За поддержку Ребята С Football До свидания См лица См лица См лица Большое См лица См лица См лиц Все, минутку буквально Я здесь, там где надо Сижу, сейчас позвоню Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другая группа у нас будет Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вторая карта Вторая карта, ребят Рейнер 1-0 повел Го-5, напомню Сегодня много раз Счет был в одну как-то Калитку Уже сколько, погодите 3-0 там были, точно я помню А, не, хотя 3-0-2 было Янкина и термал ТЛО Также 3-1 был Импакт и лайф И лезер масса 3-2 масса Еще и лезер, причем зашатал неожиданно Субтитры сделал DimaTorzok Так, с ГЛХФ, ГЛХФ, ребят Катализатор Пулы в первых не наблюдается 17-я хата, Газпул там и там Рейнер красный 11 Жон Сноу на 5-ти часах синий получается Зерк вообще Жаль, что Хиро, конечно Против Джим Райзинга Не сейчас будут играть А только поздно вечером В 3 часа ночи, точнее ночью Не знаю, куда же стримить будут Может по репкам застримят Вот Может какие-то американские Кавитаты Для них удобное время будет Опа Джон Сноу решил Рейнеру Задерзость-то ответить Смотрите Просто он Зеркально Они поменялись В общем-то Билдами Играют Рейнер играет Стандартный мув Сейчас с Газом Возможно в Беллинг Нест А Джон Сноу Играет в Эволюшн Броню И поздний мув Так же как Рейнер Играл до этого То есть Джон Сноу Хочешь сказать Слышишь Я сейчас У тебя билд халявный был Сейчас я тебе тоже Таким Такой имбой Просто разорву Но это может на самом деле Быть не билд И это был не билд Поверьте Рейнер Исполнение было Рейнер Блин Если он продолжит Прогрессировать В таком же темпе Как и сейчас То я думаю Что через годик Он уже будет Тащить Просто так Как и Лейзер И Сиралы То есть Все тащить Как бы Он и сейчас Тоже начинается Чуть-чуть Да Онлайн Что за грейд Там будет сделан Это вопрос Также броня Или коготь Какой-нибудь Не знаю Ну конечно же Тут тайминг Будет Больше минуты Там Будет Преимущество У Ну вот Уже 80 секунд Да Как бы Коготь пошел Да 80 секунд Примерно Будет тайминг А для ЗВЗ Это гигантский Тайминг На самом деле Когда сможет Реализовать Свой билд Получается Джон Сноу Преимущество В брань Даже не билд А преимущество В броню Он сможет Реализовать Своё Вот он пытается На третью Уйти Скорость Еще не готов Пока Сейчас И скорость Доделается Овер Сбить Не получится Далековато Он находится Так Рейнер Пытается Забегать Куда-то Везде Вокруг Бегает Кстати У Рейнера 16 лингов Бэллинг Нест Ну то есть Коготь должен Броню Законтрить В плане Собака Против Собаки А это Грейт Равносильный Получается Да Именно Когда Собаки С собаками Дерутся Не успевает Отменить Точнее Он был уверен Что Хатта Не успеет Сгрызть Рейнера Он сгрыз Это Это Дичайший Фейл Просто Ну и по-моему Здесь Очень плохо У Джон Сноу У Рейнера Есть Бэйн И у Рейнера Много королев Сейчас еще Коготь подъедет Ох А Бэйном Коготь Это они С удара Опять же Взрывают Собак Да и дронов На десятку На одиннадцать Вот уже У Рейнера Больше У Джон Сноу Пошли Роучи Вот эти Триста Минералов Конечно Потерянные Могут сыграть Смотрите Сколько Газа У Джон Сноу Ему плюс Триста Минералов Сюда С этой Хаты Отмененных Хотя В двести С лишним У него Проучи Намного Больше В атаке Было Как раз Овера Еще Несколько Проучей Хватило Заказать Как минимум Овера И двух Проучей Это плюс Два Реладжера Плюс Собаки Еще Соблая Больше Получается Так У Рейнера Коготь Подъехал Да Дальше Будут Брэйды Делать Интересно Он Кит Это Очевидный Пуш Как бы Роучи Реладжера Пуш Так Еще 8 Прям Джон Сноу Тянет Он Хочет Выйти Уже С роущими 15 Чтобы Минуснуть Рейнера У него 18 Их Сейчас Будут Собаки На третью Забегают Здесь Через Рачей Там Сайп Проскей Не знаю Че Джон Сноу Тянет Ему Пора В бой Идти Уже Иначе Рейнер Перемастит Его Поручим По всем Хотя Пока У Рейнера Только Рабочих Намного Больше Но Че Джон Сноу Ждет Морфит Все дома Выход Будет Что делать Или нет Вообще Не пойму На А4 Реведжера Делать Идешь Просто Раз Овер Минус Два Дальше Это При условии Что Рейнер Контролить Не будет Это Овер Джон Сноу Мимо Идет Просто Семен Не пытается Овер Сбить Зря Это Усиливает Пуш Если Два Три Овер Сбить По дороге А здесь Как минимум Два Можно Сбить То Это Ослабит Продакшн Рейнера Он возможно Не успеет Подстроиться Просто Вот и все Собаки Подходит Сверху Роучи Королевы Их очень много Там Смотрите Роучи Королев Этих Трансфюзов Немерено Просто У Рейнера Сгрызаются Беллинги Сзади Собаки Спереди Собаки Здесь Фаербол И часть Отвел Трансфюзы На Роучи Идут Очень много Там Этих Трансфюзов От Фаерболов Рейнер Уворачивается Нормально Но Джон Снова Продолжает Давить Лимита Больше И броня Здесь Решает Неплохо Кстати У Рейнера Роучи 0-0 А у Джон Сноу Роучи Грейджины Плюс Один У Рейнера Сейчас Подъедет Ну все Таки Ребят Рейнер Тут Все таки Рейнер Здесь пока Держится У него Пушки Две На второй На третий Есть Одна Пушка Получается У Джон Сноу Что-то Долгое Время Нет Вообще Никого Прироста А ну потому что Он не собак А Роучи Добавлял Прирост Видите Как бы Это что значит Что Пока они сюда Придут Просто Гроны Переходят Туда-сюда Роучи Здесь Заходят От Джон Сноу Кстати Блин Я удивлен Но Джон Сноу Еще здесь И продавят По-моему Рейнера Его на двадцатку Больше Рейнеру Никак не отбиться И у него Все одна броня Броня На всех Распространяется Вот в чем Выгодность А у Рейнера Сначала Не было Рейнжовой Атаки Был только Коготь Который Не особо Решал Против Роучи Реважер Ну как Решал Собаке Лучше Грызли Но Джон Сноу Хватило Юнитов Чтобы продавить Хороший Такой Пуш Казалось Что Рейнер Все Видит Готовится То есть Много Времени Было Но Просто Не хватило Продакшна Еще Потери Интересно Глянуть 5к на 9к Вот эта армия Слишком технологичная Оказалось Посмотрите Как она Дралась Просто Именно По ресурсам Получилось Хороший Он Молодец Неплохой Игрок Оказывается Такую Продолжение следует Ждем Хостецкий. Ждем Хостецкий. Ждем Хостецкий. Ждем Хостецкий. Я не знаю, почему Рейнер просто не взял две плетки со второй базы и не перевел вот к этой рампе, которая над камнями стояла. Они бы очень сильно помогли ему в битве. То есть, прикиньте, сколько в королевы могли бы чрезвычайно эффективных трансьюзов туда накидать просто в эти плетки. Что у Роучи ХП, трансьюз 125, у Роучи 145. То есть, надо дождаться, пока у него 20, чтобы он идеально зашел. Только подумайте, это невозможно практически сделать. Можно трансьюз кидать, а там будет юнит просто погибать уже. Ну, то есть, ты кидаешь туда, а там залп проходит и все, минус юнит. А плетку он, видишь, наполовину ХП просел, а трансьюзу даешь, он точно на максимум восстановит. Имеется в виду 125 максимум восстановится возможный. Ну, плюс они бы, да, дэмэдж сразу бы вносили. Соответственно, ну, странно, что, да, действительно, Роучи ХП. Пулы первые безгазовые. Карта глубоководная риф, третья карта, 1-1 счет у нас, ребят. Пулы первые, это подгрыз хата. Ну, вот обычно против 17 хата газпула направлен этот билд. То есть, собаки прибегают, пытаются отменить хату. Ну, то есть, либо рабочих с рингами выводят зерка в ответочку, ты с ними грызешься. Ты рабочих сгрызаешь, несколько штук у самого хата строится, просто по рабочим обгоняешь. Хоть газа нет, но ты агрессию всю сдерживаешь в ответочку просто. И все просто в экономике в плюс выходишь. Либо хату сгрызаешь, либо оппонент, если неудачно отбивается, и ты задница остаешь. Здесь же зеркально, в общем-то. Но вот же он снова газ пошел после этого. У него скорость будет, это с догрызом, возможно, последовательно. После всего. Последующим далее. То есть, за этим Белуси там погрызется, отступит, и дома собак будет копить. Просто оверов отгонять, и потом на скорости резкий выход, и попытка сгрызть, возможно. Так, будет, возможно, не так, не знаю. Так, Рейнер бежит до джон. Джон Сноу, Джон Сноу увидит, что у Рейнера тот же самый бил сейчас по таймингу хаты. Так, ну, Джон Сноу, скорость пошла, у него 9 собак против 10, 10, точнее, против 9, Рейнер одну отдал. Ну и что, будет Джон Сноу сейчас масить лингов? Рейнер боится, Рейнер плетку ставит, то есть, Рейнер понимает. Так, видите, а Рейнер видел скорость вообще? Да, он газ видел, он всё видел. Но Джон Сноу не... Так, а может Джон Сноу просто дронов запилить? Нахера ему куда-то там ломиться вообще, не знаю. У Рейнера королева. Вторая, третья. Здесь, кстати, Джон Сноу, видите, куда Джон Сноу вкладывал вообще ресурсы свои? Понять с ними против... А, ну, понятно, у него просто газ и скорость, то есть, лишние ресурсы туда вложены. Так, собаки выдвигаются. Не надо... Вот сейчас, если Джон Сноу не будет ни одной собаки строить, у него сейчас вот инъекция готова просто, да, строить одних дронов, он может вперёд выйти хорошо, прям по рабочим. Действительно хорошо. И попытаться разобраться благодаря этому с Рейнером. Так, здесь королева окружена. Кстати, Рейнер без скорости разводит зерга, у которого скорость есть. Ну, что за бред вообще? Дроны спускаются. Надо их от собак отвезти. Уводи дронов. Рейнер, веди... Ой, Джон Сноу, уйди назад дронами. Рейнер одного на ходу успел скушать. Понял, что Джон Сноу массит именно дронов, а Джон Сноу собак стал массить. Ёбл***ь. Какие качели-то дикие просто. Здесь уже куда собаки три королевы пушка? На плёточкой, на чем? Куда вообще? И опять забегание. Такое ощущение, знаете, как в компании юнита из ниоткуда просто хопы появились. И у Рейнера также. Хоп, у него зареспились собаки. Он там прописал где-то, как слэш-див, подарочек, слэш-линги просто. Они вышли сюда без скорости просто. Второй раз Джон Сноу развёл на нелепой какой-то теме. Джон Сноу в полный ол-ин пошёл. Смотрите, собак просто выше крыши, но здесь стенка, и кажется, Рейнер понял, что происходит уже целиком и полностью. А с плёткой, с королевами эту стенку не пробить будет. Всё, выдвигаются линги вперёд. Куда они побежали? Через верх. Да, Рейнеру можно стенку полностью вообще закрыть здесь, по-моему, что он и делает. Да тут без шансов вообще. Трансьюзы, пушка 2-1, Рейнер, похоже, здесь намечается. И думаю, что тут можно вообще нагнать экономика. Хотя вот если этот Эволюшн сгрызть, здесь две королевы подставятся под удар. Там 7 Роучи, правда. Проскочить не получается? Не, не получается. Ну и дальше что? Джон снова отступил. Он же собак строит. Чё ему ловить? Нечего ловить вообще. Чё. Так, Бэйлинг Нест тут, Джон Сноу. Собак продолжает копить. Сколько у него лингов уже? 67. Ну я не знаю, что тут должен Бэйлинг Нест делать вообще. То есть, есть Бэйлингов, надо штук, наверное, 10 хотя бы, чтобы или Роучи задамажить кучей, или здания пробить, ворваться. Но тут нет, ну тут на 5 Бэйнов сейчас ресурсы. Просто на 5. Опять ничего не перевернут. Вот, Джон Сноу, и смотрите, как оверы у Рейнера висят. Как только собаки отсюда вырвутся, сразу же заметит это Рейнер. Конечно же, он просто отступит вот сюда, куда-то к стенке. Вот в этот узкий проход. Здесь Роучи стеной встанут, их будут не окружить. У них есть плюс атака уже. Да, Рейнер уходит просто сюда за хату. Он решил за хату. Здесь тоже позиция за хатой хорошая, за минералами. Хата танчит. Здесь Роучи полностью не окружить тоже. Джон Сноу врывается, но Роучи-то с плюс 1, напомню я вам. У Бэйлинки хороших сплэш-дэмэдж нанесли. Собак столько много, что даже возможно получится этих Роучи сгрызть. Дамажных после Бэйлинг ударов. Но здесь стенку дальше-то не прогрызть. Здесь плетка и новые Роучи. Собак иссякли силы. Тут у собак этих не так уж прям дофига. Дэгэль. Ну тут понятно уже было. Джон Сноу пытался еще. Но все уже было понятно. Четвертая карта нам нужна. Ху из Батя Варлигрид. Из Пенсии. Сокастер. Сокастер. Эдис мероприейшн. Кто сливку помнит. Эдис мероприейшн. Продолжение следует... 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 так 10 раучи заказано джон сноу 13 раучи 14 заказан богу пошли пушки ребят джон сноу в пуш идет раучи реводжера линги у него 14 раучи 13 лингов 5 бэйнов 16 раучи у рейнера 5 и у раучи по рабочим разницы 14 боевого лимита джон сноу больше сможет в этот раз рейнер отговоря в этот раз он с пушками будет драться это факт они достроят сейчас королева здесь так бэйна заходит бэйна и что-то джон сноу все в никуда взорвались рейнер туда-сюда своих вот по моему еще этот пушки начался уже как-то он захлебывается здесь в обороне рейнера чё раучи тупят королеву тупят плетку одну вот сюда надо перекапать чтобы они обе-то тыкали бой идет хоть бы плет перекопал не знаю рейнер нахера вам так дерется вообще лимиты равны в любом случае джон снова уже рабочих начал строить так у рейнера плюс 1 и скорость собакам ну толку от этих рабочих то скорость раучинг им собакам извиняюсь сейчас просто начнет доминировать на центре с плюс 1 и скоростью и там ничего джон сноу с этим не сделает вообще как есть дроны плюс королева и рауч против лингов дерутся дрончиков надо вернуть они на 3 поехали пока собаки забегают рейнера не успевают вернуть на мэнис собаки напрягают но и три дрону все погибло за все вот эти действия так 17 на 3 остался лишь в силишки на 2 назад так или с 4 раджера подъехал да и сделать плюс 1 делать нужен сноу рабочих побольше чем у рейнера становится сейчас рейнер собак бросает забегания а сам куда а сам вперед погнал кстати отлично отлично королеву минус все начались разводки скорость раучинг линги забегания там идут вот на мэни королева с большим количеством энергии есть у рейнера три дрона линга отвел до недалеко сейчас заметит джон сноу по-моему все это дело одновременно джон снова пытается рейнер сбрить раучинг улотну как-то странно он контролит в реважеров пытается выкусить реважеров не нафокусил слушайте в итоге джон сноу здесь равную ситуацию с рейнером имеет плюс у него золото опа вот это вообще кстати говоря вот это поворот надо сказать но у рейнера плюс 2 у рейнера рабочих на 7 больше правда на трех базах здесь еще бэйны на мэне взорвались джон снова видел как собаки убежали но недостаточно он внимателен и недостаточно у него уровень был чтобы все это принять так тут тоже скорость подъехала джон сноу рабочих чуть меньше в бою здесь боевого чуть больше но в целом одинаково абсолютно есть от рейнера уже не собаки а ровочных блин как вот этот рейнер именно как у него на тренина вот эта тема да когда надо хоп забежал пришел 10 атака в лоб поперла фаерболе там джон сноу здесь королевы и он здесь только транс юзов прикиньте сколько они хп роучем халявного восстановят то есть тут тяжело что ох позиция у рейнера так себе бою наловил фаербола в тучке 3 славил по моему но транс юзы все это за за транс юзеля залечили на мэне ровочи просто вышатывают 10 дронов минус и это не конец еще ровочи рабочих на убивают против несколько ровочи несколько рабочих упадет так 12 минус 13 минус 14 минус совсем беда какая-то одновременно ровочек 3 по моему бегут 10 джонс ноу есть армия джонс ноу только золото сейчас спасает и кстати боевой одинаково них почти есть джонс ноу для плюс